СОУЛ КИПЕР ТЕРРОР БЛЕЙД Террор Блейд – родной брат-близнец-антимага, родом из земель ночных эльфов. Увлекшись силой проклятых, он все дальше погружался в бездну и в результате вырастил ужасные крылья, как символ его разряда с родным миром. Обучившись искусству создания иллюзий и похищения душ, он смог превращаться во вселяющую ужас форму демона. В этой форме он получает силу, благодаря которой может метать в противника сгустки энергии. Со своими лунными клинками Террор Блейд – тот, кого стоит избегать на поле боя. Дайте лайк и давайте смотреть теорию. Хорошо, пошло дело. Да ты что? Ой-ой-ой. Драгдай ему. Почти на вставочку даже. Ох. Ну это на вставочку. Ультракилл на Террор Блейде. То, что нужно. На вставочку. Да. Хэн. Вот это я понимаю. Гайд. Давай сделаем самый лучший гайд. Я верю. Все получится. Да я и не сомневался. Все получится. Давай дальше делать. На варде я его не видел. Кто там идет? Робо, да? Робо, эскан. Во-первых, спустится. Хорош. Все, побежали. Это третий фраг будет, да? Бедолага. Криса. Жопа горит. Криса. Всем привет, дорогие друзья. С вами Яксеннадзе. И сегодня у нас новый гайд. Но прежде, что мы придем к разбору этого гайда, конечно же, поблагодарить вот-вот этих спонсоров. Ребятки, вам спасибо большое за то, что подписаны по спонсорской подписке в Ютубе. А также спасибо всем, кто продвигает мой Ютуб-канал. А именно, как продвигают. Лайком, подписочкой. Добрым комментарием. Спасибо вам, ребята. И всем спасибо, кто подписан еще и на ТГ. И, кстати, у меня появился Бусти, куда я заливаю все свои стримы, которые проходят в 19 по МСК. В случае, если кто-то не успевает на стримы, вы можете подписаться на Бусти. Там платная подписка, всего 100 рублей. Но, но, когда вы подписываетесь по эти 100 рублей, я сразу же выдаю слот. То есть, вы ничего не теряете и имеете, по сути, вот эту подписочку, которая позволяет вам смотреть стримы. Даже если вы стрим не смотрели, ребятки, не успели вы по времени. И там я по каточкам разбиваю эти стримы, можете пересматривать, ребятки. Поэтому, вот такая вот у нас сегодня новая информация. Спасибо всем, кто уже подписан на Бусти. Спасибо всем, кто поддерживает, ребятки. Так что, вот такая вот у нас тема. Ну и что ж, касаемо гайда. Сегодня у нас один из самых любимых моих персонажей. Это, конечно же, Тираж Блейд. Да, именно. Вот такой вот красивый у нас сегодня салкипер. И сегодня мы узнаем, как работают его способности. Как работает Reflection, как работает Conjure Image, как работает Metamorphosis и как работает Sander. Ребятки, не скипайте теорию, досматривайте до конца. И, конечно же, что? Правильно? Поехали. Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже это Reflection. Данная способность очень интересная. Я всегда так говорю. Все способности в доте интересные. Данная способность позволяет в радиусе определенно замедлить всех врагов. При этом навесить на них иллюзии, которые будут наносить их 100% урон. То есть, белый урон. Вот этот, который указан. Но, опять-таки, 100% это в зависимости от уровня прокачки. Тут по уровням все немножко у нас меняется. Также это способность замедлить Movement Speed. И, конечно же, MS замедлит. MS и AS. Да, вы поняли? То есть, замедляет MS и AS. Вот такая вот у нас интересная способность. Давайте разберем немного посерьезней. Ходки у нас С прокачали данную способность. И в радиусе 900 единиц, когда вот так вот Terror Blade нажмет кнопочку, появляются вражеские вот такие духи, которых нельзя атаковать. И они будут вас преследовать постоянно. То есть, пока не закончится длительность вот этой способности. К слову, длительность этой способности также с уровнем прокачки улучшается. И вот эта вот душа вот такая, которая бежит, она может, может, конечно же, наносить урон и вот так вот преследует. Видите, за антимагом бежит. Самая классная контра персонажей, у которых есть диффуз или есть какая-нибудь вот пассивка как у антимага. Давайте мы ее прокачаем и посмотрим, что произойдет. То есть, смотрите. Опа! Ману сжигает. То есть, вот эта тема, вот эта вот иллюзия, которая, ну, не иллюзия, а душа, получается, даже. Она преследует и унаследует некоторые пассивки. Например, пассивку антимага. Самая легкая пассивка, да? То есть, пассивку с Ларкой не будет унаследовать. Там, Аджор Найкса тоже не будет унаследовать. Крит может унаследовать. Да, может иллюзия вот это критануть. Так что, держите в курсе. И диффуза, конечно же, также будут работать. Скади, дезоляторы и всякая прочая тема работать, к сожалению, не должна. Дезоль, по крайней мере, точно не работал. И тем, тесо. Давайте посмотрим, будет ли работать. Нет, дезоль не работает, как и не работал. Поэтому, вот такая вот тема, ребятки. Крайне простенькая способность. Самое кайфовое, что на этой карте немножко пофиксили. Давайте посмотрим ИСЕ, Диад, Пеопли. Пофиксили небольшую такую кринжовую тему. Давайте вот так сделаем. Эта иллюзия должна теряться, когда вижен падает. И она не должна идти за оппонентом. То есть, смотрите, вот она. Оп. А она идет дальше, видите? То есть, она продолжает идти. Раньше работала не так. Раньше эта иллюзия терялась. И, конечно же, все, останавливалась на месте. А сейчас она преследует врага четко по прописанному плану. Так что, вот такая вот у нас, ребятки, способность. Касаемо таблички. Сейчас мы уже будем разбирать. Давайте вот так вот, Диад, Пеопли. Пишем. ИСЕ, Диад, Пеопли. Ненавижу вот это писать, если честно. У меня голова не работает, когда я начинаю что-то писать. Это кринж. И давайте посмотрим по табличечке, что у нас будет происходить. Радиус этой способности у нас 900 единиц. Потом далее, смотрите. Замедление скорости передвижения 25%. То есть, на 25% в течение определенного времени все персонажи, которые будут под действием рефлекшна, они будут замедлены. Следующее, что у нас там есть. Это замедление скорости атаки. Это 20.20%. Урон иллюзии 40. Поняли, да? 60, 80 и 100%. 100% урон иллюзии. Это реально очень-очень годно. Ну и длительность простенькая. 2,5, 3,5, 4,5 и 5,5 секунд. То есть, в течение 5 секунд вас может избивать какая-то ваша же сущность, получается, в виде гномика. Или как это называется? Не знаю. Монокост у нас простенький. 50 единиц маны. И калдаун такой. 22, 20, 18 и 16 секунд. 16 секунд кд и 5 секунд действия. Ну, довольно-таки неплохая способность. И в целом, как в целом, как попытаться вообще избавиться от этого духа? Вы можете попытаться избавиться. И тем у нас получается. Силвер. Давайте. Силвер. Вы можете попытаться избавиться от этого духа с помощью какого-то инвиза. То есть, если у вас есть невидимость, то вы можете, в принципе, попытаться уйти в невидимость. И эта иллюзия будет, конечно же, за вами также бегать. То есть, видите, я поставил на холд антимага. Не на холд, а на патрулирование. И иллюзия вот эта вот. Она бегает. Да? То есть, она видит. У нее есть мха у этой иллюзии, между прочим. У этого духа. Она видит антимага, который находится в инвизе и бегает за ним. Тем самым, дает вам понять, что вот здесь он в данный момент находится, оппонент. Ну и, конечно же, иллюзия пытается атаковать, но не может. Так как она все равно не видит. Она как бы видит, но не видит. Понимаете, да? То есть, вот такая вот у нас есть фишечка. Касаемо других моментов. Данную вещь никак мы развеять не можем. И вот на вот таких вот персонажиков работать эта способность не будет. То есть, те персонажи, которые у нас будут находиться во всяких неуязвимых вот этих моментах, конечно же, они не смогут унаследовать вот этого вот духа, да? И когда после того, если уже дух пробафан, на X нажимает рейдж, видите, он все равно работает. То есть, на БКБ не работает эта способность. Все. Надеюсь, вы поняли, как работает первая способность на Терреблэде. Погнали на следующее. Еще примечательно, что эта способность работает только на героев. На крипов она не работает. Следующая способность на нашем персонаже это Конжур Имейдж. Данная способность позволяет создать иллюзию, иллюзию Терреблэда, которая будет визуально отличаться. И, конечно же, наносить маленькое, небольшое количество урона. И при этом получать очень большое количество урона. Если раньше иллюзии у Терреблэда славились, они были реально очень крепкие, в отличие от 83-й карты, да? На 85-й карте иллюзии говно. Я смело это заявляю. Но, тем не менее, эта способность имеет место быть, и сейчас мы ее будем, как говорится, разбирать. Поехали, ребятки. Хотки у нас Е прокачали данную способность. И сейчас мы разобьем радиенцию на Иксе и будем делать все вещи. Создаем иллюзию. Вот такая вот у нас получается иллюзия. При этом она будет максимально отличаться от нашего персонажа. Примерно я покажу вот здесь. Вот смотрите, как она отличается. То есть они визуально вообще разные. То есть, если раньше нельзя было понять, иллюзия это или Терреблэда, то сейчас максимально понятно, потому что иллюзия, она немного по-другому подсвечивается. Она такая более искаженная. А сам персонаж, он более яркий. Поэтому отличить крайне просто. Ну и, конечно же, данная иллюзия просто. Ну, вы создаете, да, она живет определенное время. А, к слову, она живет у нас 32 секунды. И при этом наносит разное количество урона. Количество урона у нас в зависимости от уровня прокачки растет. Также у нас еще и не растет, не растет количество получаемого урона. Это мы разберем уже на табличке. По иллюзиям все простенько. Иллюзию создали. Иллюзия может идти, фармить, убивать и делать все, что хочешь. Также иллюзии у Терреблэда адаптивны под метаморфозис. Что это значит, я расскажу немного позже, когда будем метаморфозу уже изучать. Так что, в принципе, по иллюзии тут понятно. Создаешь, управляешь, идешь, фармишь и все. Теперь, по табличке. Одни из самых важных моментов. Сколько же она наносит, эта иллюзия, и сколько она получает. Поехали. Табличечка выезжает. И смотрим, что у нас тут имеется. Количество иллюзий одна. Естественно, когда вы создаете вот так вот иллюзию, да, то есть по КД у нас длительность 32 секунды. АКД 16 вы можете использовать две иллюзии. Но сейчас поговорим об одной, которую вы уже создали. Образно, вот так вы создали. И что она у нас имеет. Далее. Иллюзия наносит урон. 30, 40, 50 и 60 процентов. Опять-таки, это от родного урона. То есть 60 процентов от родного демеджа будет одна эта иллюзия наносить за атаку. То есть две иллюзии, это уже 120. Врубайте голову, ребятки. То есть две иллюзии будут сильнее бить, чем террор-блейд белой атакой. Понимаете, да? К чему я это говорю? Наверное, понимаете. Следующее. Иллюзия получает урона. Ооо, вот тут просто нужно упасть и рыдать. 425 процентов иллюзия получает. 425 процентов. То есть понимаете, да? Одна тычка террор-блейду равняется четырем тычкам по иллюзии. Это жесть. Иллюзии просто в нее плюешь, она сыпется. 425 процентов это очень слабая иллюзия по плотности. Очень слабая. Длительность 32 секунды и монокос такой, 80 единиц. При этом кд подкрепляется 16 секундами. 32 секунды у нас имеются на то, чтобы иллюзия пожила. То есть вы одну создаете. Проходит у нас, конечно же, калдаун 16 секунд. И вы можете создать вторую иллюзию. То есть всего доступно у вас с второй способности две иллюзии. Две иллюзии, которые вы можете, как говорится, вот подюзать. То есть оп, раз у вас две иллюзии. Причем, ну, вот так вот в течение 16 секунд это еще будет жить. Айтер в течение уже где-то примерно, ну, сколько там, секунд 20 еще. И, конечно же, двумя иллюзиями вы можете даже что-то там и подфармливать. То есть, видите, в принципе, две иллюзии первого левела. Даже слабенького крипа, видите, убивает, да? Убивает. Ну и, в принципе, вот такая тема. А чтобы понять, насколько сильны эти иллюзии по дамагу при определенных сборках, конечно же, посмотрите по ссылке в описании рубрику. А что если? А что если Терраблэйд с шестью бабочками? Да, есть у меня такой видос, ребятки. Обязательно посмотрите его по ссылке в описании. Или если кто-то не смотрел, напишите. Напишите в комментариях. Я смотрел или не смотрел, или пойду посмотрю. Ребятки, это очень важно, потому что на такие видосы мы стараемся. И, конечно же, хотелось бы, чтобы такие видосы смотрели. Бабочка дает родной дэмэдж. Вот сюда дает. Соответственно, иллюзия будет очень больно бить. А насколько больно она будет бить, вы увидите именно в этом ролике, который вот там вот в описании. Ссылочка есть, ребятки. Также есть ссылочка на бустин. Не забывайте, что там стримы имеются. Все, порекламился. Я молодец. Заходите, посмотрите. Реально не пожалеете. Так что вот такие у нас, ребятки, иллюзии. Чем у нас убиваются иллюзии? Иллюзии банально их разрушают магией, физухой, моноберном, хиксом или трубочкой пугны. Пум. И он такой раз. Лайф-драниками также уничтожается, ребятки. Ну, надеюсь, вы поняли. В целом, слабые иллюзии. Не рекомендую их раскачивать в самом начале. Но, в принципе, под метаморфозой неплохие. Неплохие. Но, как бы все. Погнали на третью способность. По этой способности все понятно. Итак, ребята. Следующая способность на нашем персонаже это метаморфоза. Я считаю, что метаморфоза является одной из самых основных способностей нашего героя. Так как, в целом, бустят очень много моментов. Ну, и есть, конечно же, микромоменты, которые ухудшают нашего персонажа в некоторых моментах. В некоторых аспекте, как даже выразился так. А что такое аспекты, я не знаю, ребятки. Поэтому я не знаю, что я вообще тут несу. Я вообще ничего по доте не знаю. Я просто так прикидываюсь умным. Но, на самом деле, это все шутки, ребят. Надеюсь, вы это понимаете, покупаете и выкупаете. Окей. Ходкей у нас Т, прокачали данную способность. И что же у нас делается, когда мы нажимаем эту великую метаморфозу? Наш персонаж принимает форму демона, изменяя свои некоторые параметры. Параметры по демиджу, параметры по эмэсу, параметры по дальностям атаки. И, конечно же, параметры для иллюзий. Для иллюзий. Также он меняет. Давайте доскональнее. Смотрите. Первое, что стоит заметить, когда у нас будет включена метаморфоза. Пока не включаем, сначала разговариваем. Первое. Это, конечно же, дальность атаки. Сейчас у нас ближний бой. В метаморфозе у нас становится дальний бой. Это первый момент. Второй момент, который у нас тут есть, это добавление базового урона. То есть белый урон у нас будет усиливаться в зависимости от уровня прокачки. Плюс. Третий момент. Наша метаморфоза становится адаптивной для иллюзий. Все иллюзии, которые будут заходить в радиус 900 единиц от терреблейда, будут адаптироваться под метаморфозу, получать дополнительные уроны, становиться дальним боем. Понимаете? Следующий момент, какой у нас есть, это то, что наша метаморфоза снизит наш эмэс. Причем довольно-таки жестко. На двадцаточку. Снизит эмэс. То есть в метаморфозе мы становимся немного медленнее, таким валким, но очень-очень колючим. Выразимся так. Ну и в принципе все. Такие моментики у нас имеются. Давайте заюзаем и посмотрим, что поменяется. Ход КТ нажимаем. Красивая такая форма. И демидж у нас возрос. Вот такой вот терреблейд. Дальность атаки у нас становится 550 единиц. Этого хватает, чтобы наносить огромное количество урона. 550 единиц дальности атаки. При этом наш родной демидж, он реально очень хорошо подскакивает, что дает возможность терреблейду в лейтгейме и вообще в начале игры. Но в лейтгейме он очень сильно раскрывается, потому что родной демидж становится просто там 180 единиц, это второй левел Тини. Это реально очень-очень много. Ну и конечно же все иллюзии, которые будут в радиусе 900 единиц, они будут адаптироваться. Обратите внимание на демидж. Он будет скакать. Оп. Оп. Видите, скачет. И все, метаморфоз заканчивается и иллюзии у нас не адаптируются. С одной стороны, это плохо, что иллюзии у нас стали адаптивными. Но с другой стороны, это хорошо. В отличие от 83 карты, образно, если вам что-то нужно срочно закайтить мантой, вы нажимаете манту, то у вас иллюзии остаются вот такими вот стандартными. В случае, если терреблейд нажмет метаморфозу. И это, соответственно, ну немножко неудобно. Удобно, когда у вас метаморфоза адаптируется. Но опять-таки, как моменты какие подобрать, да, и в целом о чем разговаривать. Так что, ребятки, я считаю в целом, что этот фикс хороший. Мне он нравится. Реально. Мне он нравится. Так что вот такая тема. Следующие моменты, которые нам нужно разобрать, это, конечно же, базовые составляющие уровня прокачек. Поэтому давайте открывать табличку. Табличка у нас выходит и смотрим. Радиус ауры, 900 единиц, это та самая аура, которая позволяет адаптировать иллюзии. Иллюзии, неважно какие, это второй ваш спелл, это, может быть, какие-то вот эти иллюзии на руне, или, конечно же, какая-то манта. Поэтому, ребятки, вот такая вот у нас тема. Следующий момент, который у нас тут стоит, это дополнительный урон. 20, 40, 60 и 80 базового демеджа. То есть, на 80 базового демеджа у вас в метаморфозе скачет урон. При этом иллюзиям тоже добавляется 80 урона. Понимаете, да? Одна иллюзия это 80, две это 160. То есть, получается, две иллюзии будут получать 160 урона. А если там 3 и 4 иллюзии, это очень-очень много. Это очень много. Но не забывайте про то, что одна иллюзия 60% наносит. То есть, грубая математика, от 80 дополнительного урона 60 отнимаете процентов. Вернее, 40%, так как 40%... Ну, короче, вы поняли, да? Если кто-то меня не понимает, напишите в комментариях. Я, в принципе, вас понимаю тогда. Я понимаю то, что вы меня не понимаете. Следующий момент, который у нас тут есть. Дополнительная дальность атаки. То, что цифры там написано, 400 до 100, не читайте. Запомните, 550. Дальность атаки у Террблэд становится 550 во время метаморфоза. Во время метаморфозы 550. Следующий момент. Базовое время атаки. Нам он тоже не нужен в этот момент. Снижение скорости передвижения. А, 25 даже. Если раньше была 20, то сейчас 25. 25. Вот так вот, ребята. Иногда тоже ошибаемся. 25 единиц. Это очень-очень много. Но вообще, на самом деле, процентов должно быть. Должно по процентам сниматься. По процентам. И вот такая вот у нас тема. Длительность. Ребятки, длительность с уровнем прокачки у нас также увеличивается. Становится такая. 40, 44, 48 и 52 секунды. Почти минуту вы будете скакать в метаморфозе с повышенным дэмэджем на 80 единиц на ласт уровне. И, конечно же, жестко напрягать оппонентов. При этом монокост у нас 50 маны всего и перезарядка 140 секунд. Перезарядка просто огромная. Это как дополнительный ваш ультимейт. То есть, это вот тут ультимейт, да? И вот тут получается как ультимейт. То есть, форма для драки. Если кд, то крайне тяжело будет вам сражаться. Следующая тема, которая у нас есть. Это, в принципе, в табличке мы все разобрали. Иллюзии. Диффуза. БКБ. Че-да как работает. В БКБ у нас все работает. Метаморфоза абсолютно хорошо контачит у нас с БКБшками. Развеять диффузом метаморфозу нельзя. Если метаморфоза уже включена, то ее только убрать может. Либо смерть героя. Тот же самый Аегис, да? То есть, вы с Аегиса умираете. Все, метаморфоза пропадает. Вы рисаетесь обычным терреблейном. То есть, вот этот момент запоминайте. То есть, в драке сначала либо деритесь. Если вы не хотите, сразу там, да, знаете, что по-любому в драке подохните. Метаморфозу не жмакайте. Если у вас есть Аегис. Сразу потеряете метаморфозу и будете в ближнем бою драться. Лучше сначала в ближнем бою подраться. А потом фулл паки, опа, там, резаетесь. Сразу метаморфозу, манту. И поехал. И просто тык-тык-тык наяривать. То есть, ну, примерно так. Ну и, конечно же, диффузом также ее не снять. Ну, вы все это прекрасно понимаете. И касаемо адаптации по иллюзиям, я думаю, тут все тоже максимально понятно. В целом, отличная способность, которая позволяет жестко в лейтгейме, да и вообще в начале игры, тушить, ребятки. Ну, не забывайте, конечно же, про баг фейзов. Бывает, да, багаются фейзы. Как это делать, я не буду вам говорить. Поэтому, поехали на следующую способность. Итак, ребята, остается у нас самая крайняя способность на нашем персонаже. Это Сандер. Сандер это такая способность, которая позволяет поменяться здоровьем, либо со вражеским каким-то героем, либо со союзным персонажем. Просто вы меняете здоровье. То есть, ваше здоровье меняется на его здоровье, или его здоровье меняется на ваше. То есть, наоборот, действует в зависимости от того, у кого меньше или больше здоровья. То есть, вы понимаете. Примерно, просто меняется здоровье. То есть, образно, у меня фулл хп, а у него лоу хп. У меня становится лоу хп, а у него фулл. То есть, и наоборот. Надеюсь, вы эту всю тему понимаете. Также тут есть очень много различных плюшек, багов и всякой прочей ереси, которую мы сейчас будем разбирать. Но для начала давайте прокачаем и посмотрим, как в целом все работает. В ходке у нас R и дальность применения этой способности у нас 550 единиц. Если на 83 карте там, по-моему, 150-200 от силы дальность применения, то тут 550 единиц. Но эти 550 единиц крайне опасны. Реально, опасны чем? Потому что они могут багнуться. Они могут багнуться и вы можете не махнуться хитпоинтами, к сожалению, из-за расстояния. И это огромная погрешность этой способности на 85 карте. Чтобы избавиться от этой темы, вам нужно желательно подходить поближе и махаться здоровьем именно где-то. Ну, не прямо вот в притирочку 550 расстояние, да, а вот где-то поближе. Тогда у вас все получится и вы махнетесь здоровьем. Как это будет выглядеть, сейчас мы будем разбирать. Давайте вот так вот подеремся немного с Найксом. Как делают Тирреблейды? Вот так вот Тирреблейды делают. Сливают ХП, типа, убивай меня, убивай, убивай, ой, убил меня. И, конечно же, опа, а потом махаются ХП и убивают вот этого Найкса. То есть это примерно работает так. Ну и, конечно же, это может работать и в обратную сторону. Вдруг вам нужно какого-то тиммейта засейвить, да, образно там. Ну, давайте представим, что Найкс это мой тиммейт. И я такой, нет, ты не умрешь. Опа, и вот так вот делаю и убегаю. То есть возвращаем хитпоинты и все хорошо. Есть тут, конечно же, приколы, которые не позволяют слить хитпоинты во время Сандера до определенного количества. То есть самый минимум, который у вас должен быть для свапа, это, конечно же, 25%. То есть 25% это точка невозврата. Если у вас там 2 ХП, там 3 ХП, то есть образно к чему я говорю. То есть обратите внимание, сейчас я солью ХП по максимуму как можно. Как можно. Вот, то есть у меня сейчас вот столько будет. То есть тут не будет 25%, 25% примерно столько. И мы попытаемся с Найксом ХП махнуться. У Найкса останется минимум 25%. Смотрите, минимум 25% у него остается. То есть у него не остается 2-3% ХП, а именно минимум 25% остается. Всегда. Минимум для свапа 25%, то есть остается. Сколько бы у вас ни было ХП, если у вас лоу ХП, всегда останется 25% у врага. Также вы можете захилиться еще. То есть примерно как это будет выглядеть по поводу захила. Я, ну, не думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Но точка невозврата 25%. Сейчас мы сольем хитпоинты в лоу. И я примерно покажу, что я имею в виду. Смотрите, вот я слил хитпоинты. Ну, тут Найкса, конечно, я полдня буду пробивать. Нам бы как-нибудь что-то такое придумать. Давайте вот так вот хотя бы сделаем. И попробуем эту киреешку полупить. Смотрите, я сейчас солью ему ХП и себе ХП солью. Ниже 25% ему сделаю и ниже 25% себе сделаю. И что у нас будет получаться тут? Сейчас посмотрим. Оп, смотрите, вот так вот. И вот так вот. И смотрите, я сейчас подзахилиюсь немножко. Оп, и его тоже я подзахилил. То есть, это точка невозврата. Всегда 25% будет оставаться. То есть, независимо от того, сколько там ХП и как там вообще эта тема складывается. Что у вас больше ХП или у него ХП больше. То есть, вы всегда, заюзая Сандер, оставите 25%. В случае, если вы хотите махнуться, да, если у вас меньше ХП, чем у него. То есть, понимаете, да? То есть, никогда меньше 25% не упадет здоровья после Сандера. Понимаете? Надеюсь, понимаете. Хорошо. Следующий момент, который у нас есть, это строго по табличке, ребятки. Дальность применения 550 единиц. Это я уже говорил. Минимальное здоровье для обмена 25%. Это именно то минимальное здоровье, которое останется в случае, если там у вас было, там, может быть, 3% здоровья, 4%. Может, вы вообще под крестом попытались махнуться, да. То есть, все равно у вас останется 25% после свапа. И у врага то же самое. То есть, ниже 25% никогда вы не свапнетесь. То есть, если у вас фулл ХП, а у него лоу ХП, у него всегда останется там, да, у вас всегда останется, подождите, сколько я сказал, фулл ХП у меня и лоу ХП у него. Я хочу засейвить своего союзника. Меньше 25% у меня никогда не останется. Все. Поняли? Поняли. Запомните эту тему. Это очень важно. Почему? Потому что вы можете так себя немного подковырнуть. Следующий момент, который у нас есть. Монокосты. Вот тут жестко и интересно. Монокост. 200, 100 и 0. Просто 0 монокост. Вы понимаете, насколько это круто? Монокост 0. Реально очень жестко. 0 монокост. То есть, для того, чтобы махнуться хитпоинтами, на ранней стадии нам потребуется 200 единиц маны, да? А в лейтгейме 0. Антимаг нам не страшен. Фантом нам не страшен. Вообще нам пофиг на эту систему. Понимаете, да? Классная. Приколюха. Мне очень нравится. Следующий момент, который есть, это калдауны. 120, 80 и 40. Калдауны. 40 секунд. Калдаун. 40 секунд. 40 секунд и 0 монокост. Это офигенно. Реально. Это просто... Ну, блин. Я кайфую с этой темой. Реально. Это очень год. Ну, и в принципе, все по табличке. Более тут ничего не нужно знать. Бывают баги, конечно, вот такие на огромном расстоянии, когда пытаешься махнуться, да? А персонаж убегает, и, соответственно, у вас появляются такие, ну, небольшие, выразимся так, проблемки, да? То есть, образно, персонаж убегает от вас, а вы там пытаетесь махнуться ХП. Видели? ХП вроде как не махнулось. Сейчас мы это еще раз затестим. Вот так вот иногда багается. Иногда багается. Давайте еще раз посмотрим. Смотрите, Найкс. Найкс от нас убегает, а мы пытаемся с ним махнуться. Оп. И видели? Не махнулся здоровьем. Вот этот баг меня максимально триггерит. Очень хочется кричать с этого бага. Кстати, еще с тараканом Вивером можно махнуться ХП. При том, что у вас ХП останутся на месте. Так что держите в курсе. Это тоже очень опасная вещь. Ну и касаемо всех фишек, которые у нас тут есть от Сандера. Ох, как же мне нравятся эти нововведения. Смотрите. Как же мне это нравится. БКБ? Мне все равно на БКБ. Пусть там хоть, не знаю, хоть кто-то там, вот это что-то там. Мне все равно на твое БКБ. Мне нужно твое здоровье. Я заберу твое здоровье. Сказал Террор Блейд. И, конечно же, спокойно махается здоровьем. Ему все равно. БКБ там, крутилки там. Вообще ему все равно. Ему плевать этому Террор Блейду. Как бы мне вот так вот сделать-то? Давай-ка, братулец, ну-ка, надамажь меня хорошенько. То есть ему все равно. Крутится там кто-то, атакует. Он просто берет и через БКБ махается здоровьем. Ему все равно, ребят. Это одна из самых лучших фиксов. Но самый лучший фикс, который у нас тут есть, он заходил сегодня, этот фикс. Обратите внимание, что сейчас будет происходить. Что сейчас будет происходить? Так, немного я неправильно сделал. Один из самых лучших фиксов, это, конечно же, вот этот фикс, который я вам сейчас покажу. Смотрите. Берется Айс Бласт. Берется подготовочка. Кидается Айс Бласт. Вот так вот, типа он зацепил. О, нет, я не могу хилиться. Да не тут-то было. Но там линка. Там линка. Я могу хилиться. Опа. И, конечно же, Сандер работает через Айс Бласт. Через Айс Бласт работает Сандер. Это нереально круто. Блин, рано линку спалил. Он как вот так не уследил я. Хотел показать, что, блин, в линку не работает ультимейт. Жестко. Вот я лоханулся. Ну, блин, давайте еще раз переиграем. Типа, перезапись. Окей. У меня лоу хп. О, нет, меня сейчас убьет ульт аппарата. Я не могу хильнуться никак. И вы такое берете. Опа. И с помощью Сандера вы меняете здоровье. Айс Бласт висел и Айс Бласт потерялся. Через Айс Бласт аппарата работает Сандер. Это единственная способность, которая позволяет пополнить ЧП. Да. Ну, и, конечно же, как вы уже увидели ранее, если там есть линка, то в линку не работает ультимейт. К сожалению, ребят. К сожалению, ультимейт не работает в линку. Это очень-очень досадно. Ну, вот такая вот приколюха, ребятки. Вот такая вот. В принципе, по данному ультимейту все. Махайтесь здоровьем. Не забывайте, что если вы превышаете расстояние, то ультимейт может багнуться. И вот такой вот неприятный момент, который у нас был ранее, а именно невозможность махнуться здоровьем, у вас бывает, ребятки. Так что все. В принципе, на этом наша теория подходит к концу. Мы сегодня разобрали Террор Блейда просто до косточек, просто до его вот этих вот, до ножек полностью. Разобрали его теорию. И надеюсь, вам этот персонаж был вспыл и станет немного понятней. Ребятки, для вас сегодня заготовил несколько интересных игр, поэтому не ленитесь поставить за теорию лайк. Поставьте, пожалуйста, лайк за теорию. Напишите, кто досмотрел эту теорию. Это очень важно. Ну и, конечно же, аганима на Террор Блейде нет. Хватит, пожалуйста, писать мне про аганимы в комментариях. Нету аганима на нем. Нету на антимага аганимы. Нету на Террор Блейда аганимы. Нету, ребята, пожалуйста, не пишите. Если я не говорю про аганим, значит, его нету. В принципе, все, ребятки. Пожелаю всем приятного просмотра, интересной практики. Давайте не будем тянуть. Тоже прожмите лайк и поехали. Ну что, ребята, загрузилась у нас каточка. На Террор Блейде сейчас будем тушить. Или будем тушиться, пока непонятно. В целом, что я хочу от первой игры и как мы сейчас будем вообще по этой теме, как говорится, сидеть и кайфовать. Наш персонаж очень уязвимый к раннему вот этому прессингу. Он очень слабенький в начале, но в лейте крайне сильный наш герой. Поэтому нужно как-то пережить начало, как-то выформить и как-то продолжать двигаться, ребятки. У нас всего 700 хп на ранней стадии. И что нам с этими хп делать, спросите вы? Конечно же, пытаться просто как-то перефармливать и двигаться вперед, ребятки. Поэтому, ну, герой слабенький в начале. Касаемо контрпиков, всякие Лины, там, Скай, всякие Демон Вичи, эти Леоны, да. Всякие там Тинники, Прокастеры, БХ с Дагонами, Тинкер, возможно, тоже. Будут крайне жесткими против вас. Вам будет очень тяжело, вы не сможете фармить. И почуть-почуть, если вам дадут фармить, тогда вы сможете это перебить. Но в целом, я надеюсь, по контрпикам вы поняли. Наша задача конкретно в этой игре собраться так, как нужно. Нам нужно немножко пофармить, если нам дадут немножко пофармить. Будет вообще прекрасно. Надеюсь, не будет такого, что будет просто фит бесконечный от команды. Не будет, надеюсь, такой темы. Постараемся аккуратненько двигаться. Ну и сделать красивую игру, хорошую игру. Погнали, берем. Там Джаггера взяли. Джаггер тоже довольно-таки неплохой герой. Против нас будет тяжеловато. Но постараемся. Так, постараемся. Посмотрим, что у нас будет по лайнингу. Если варлок будет со мной, будет немного некомфортно. Пугна надо 100%. Да, пугна без палки. Как обычно. Будет пугна без палки. Ребята, интересно, посапят мне или нет? Давайте вот так вот делаем. Парни, посапортите. Да. Просим у ребят сразу. Ребятки, не забывайте ставить лайки за новые гайды, за новые видосы. Спасибо всем, кто поддерживает. От души каждому. Стараюсь сделать более качественно, чтобы было интереснее смотреть. Каточки. Тоже интересные хочется. Иногда, конечно, не получается. Но в целом, все равно. Это дота. Выиграл, проиграл. Разницы нет. Это дота. Так, что оппоненты понапикали? Ага, понапикали вот этих всяких тинкеров. Да, ну будет тяжело на ранней стадии. Возможно, придется брать Клааку, потому что тут еще и Патронус будет. Будет тяжеловато. Поэтому будем стараться, будем стремиться ко всей вот этой победной теме. Если у нас сейчас на лайне не будет фарма, то, скорее всего, попробуем. Постараемся что-то как-то отводить. Двигаться влево-вправо, аккуратненько подфармливать. Выходить в ранние артефакты какие-то. Если будет очень тяжело, делайте Маднес. Маднес это камбэк артефакт. Я называю его примерно так в играх на Тиро Блэйде. Камбэк артефакт. Если вам тяжело фармить, берете Маднес, идете Эншей колотите, идете колотите другие какие-то лесные массивы. И по чуть-по чуть вы фармливаете. Тогда становится все намного лучше. Ооо, вот как вот так вот, да? Да, никого нету. Ну, Вижен, Вижен, да, у Тиро Блэйда очень плохой ранний. Жесть, а на топе опять будет тяжелый лайн, да? Там Шаман плюс Джага. Я аж не смогу уверенно стоять на лайне. Ладно, ФБшку отдали, все нормально, пацаны. Все будет хорошо. Не смогу нормально стоять. Там сетка в наглую будет и крутилка. Это же вообще жесть. Смайер, а внизу, наверное, вообще фулл фри будет, да, в лайн? Ну ладно, посмотрим. Фармим. Фармим, надеюсь, все будет огонь. Энчандрс вроде гоняет. Вижен вообще был такой слабенький, да? Побьем чуть-чуть. По идее, должен убивать. Размениваем. Хорошо. Сеточка, если будет, будет ничего страшного. Найс, разменяли. Разменяли, пацаненка. А то Шаман так в наглую выходит, дает сетку. Вообще в наглую. Хорошо. Берем мету. Метаморфозу. Сапожочек нам уже дали, это хорошо. Разменяли фражочек. Смело, сразу, причем. Севашо, теме это так атакует. Не стойте в стороне. Тушите. Не убегайте, не бойтесь. Шаман вам ничего не сделает. Первое, что купим, сапог. Сапог. Можно попробовать взять лаку, потому что тут такой лайм. Если на сеточку попался, гг. Но мы будем стараться не попадаться, поэтому сделаем фазы, скорее всего, и попробуем отгангать. От ганга немножко поплей. То есть, как Шаман ошибается, мы нападаем. Правильно. Следующий момент. Как я хочу сыграть эти катки. Первая катка, это у нас то, как надо. В принципе, постараемся сыграть. Вторая катка, это попробуем немножко подроуми через сапог. То есть, берем метаморфозу и выходим на лайны. Плюс за медло. И стараемся душить. Ну, а третья, это, конечно же, фан-катка будет, ребят. Не забывайте, что фан-катка тоже будет. Я иногда использую эту тему так. Либо это фан-катка, либо это серьезная катка. Третья. Но конкретно на Терраблэде будет фан. Будет фан через мид. Фан через мид. Через мид вообще изи катка будет. Так привык. Играть через мид, что козе. Как он на шамане, да, переживает? Жесть, там тучка нормально залетает, да? Согласитесь. Шаманчик такой хитрый. Хочет сеточку кину. Сейчас метаморфоза откатится. Будем убивать. У меня... О, энчантерс, походу, погибло. Вот так, 6 секунд. 6 секунд. 2 секунды. Хорошо, убиваем. Там еще молния будет. Хорошо. Да ты шо, дядь? Задушу. Хорош. Как будто на вставочку даже, можно так сказать. Как будто на вставочку, да, произошло. Хорошо, фарм есть, ребят. Работаем аккуратненько. Фармим. Ошибаются, ребята. Ошибаются. Ошибаются. Возьмем аквилу, наверное, да? Аквилам аднесы погнали. Лисочки. Окей. Ребята там тоже кого-то убивают. Молодцы. Красавчики. Так, попробуем подстакать. Не успеваю, да, никак? Так, энчантрас там попушила. Аквилку. Сорян. Горло душит. Горло душит. Горло душит. Так, ребята, уводитесь, пожалуйста. Все, найс. Крипы сейчас, чтобы под тэшку ушли. Крипы под тэшку ушли, да? Ушли, крипы под тэшку. Проверяй. Жага бежит на агрессии. Вот так вот их туда, правильно. Оп, хорошо. Вот так делаю. Так, ну похилишь, да, дядь? Хилочек можно? Чуть-чуть хотя бы. Пару виспиков. Одолжи. На подкормку. С-суету наводим на топе, да? С-суету наводим. Клаку все равно хочется взять, ребят. Вот, next-то вам. Артефактом, потому что очень много магии будет там. Тинкер, возможно, уже бежит к нам. Поэтому надо... Аккуратненько. Нет, тинкер на миду. Седьмой левел, боттл. Он фул фри, я так понимаю. Мидера там нет у нас. К сожалению. У меня почти шестой левел есть. Хорошо. Лак уберешь. Отлично. Так, тут можно отвезти, да? Чувачков давайте дабл кэмп. Дабл кэмп. Хорошо, забирай. Найс, и этих сюда. Пусть там дабл стак будет. Хорошо. Крипы там уберут. Экспой, это вражеская экспа. Мы ее... Спокойно скипаем просто и все. Ну, отлично. Скипаем эту экспу и все. Джага там пошел пофармить. А уже поздно, дядь. Уже нет ничего. Уже нет ничего. Так, я взял клаку себе и хилочку. Дальше выходим в какой-то маднес и фармим... Пастовые слоты. Фарм у нас хороший. 42 крипа, шестая минута. Хороший фарм идет. Направить на лоу хп. Найс. Пинкер. Лака есть в принципе. Дает мне проказ. Сейчас фулл проказ мне даст. Это печально. Ну, можно газануть. Газануть можно. Этот меня бежит. А добить же можешь, дядь. Вот такой. Этот чел на тинкере просто в меня бежит целенаправлен. Ну, ладно. Отбили нападение немного. Разменом ультимейт. Пофармим. Пофармим. Тинкер такой. Ну, пришел на прокаст меня садить. Прям целенаправленно пришел сюда, чтобы посадить меня на прокаст. Палку ставишь и убиваешь спокойно, мне кажется. Я не буду выходить танчить. Тинкер меня на прокаст осадит. Я умираю. Тинкер такой. Палку поставь, дядь, напугни. Хорошо, пойдет. И зачем Астрал? Эй, ты че, дядя? Я ж сейчас сдохну. Астрал кидает. Эх, это там 200 маны. Ладно, это вот так вот, да? Хорошо. Хорошо. Фармим. Что next? Там берем. Раскачиваем иллюзии сейчас. За медла хватит нам. За медла хватит. За медла хватит. Лисочек колотим, ребят. С лайна нас выгнали. Немножко. Встретились два гения в игре, да? Встретились два гения в игре. Хорошо. Что там по стакам моим? Гомо из стаки фармить. Та-та! Фармить хочу. Что тут, дядь? Шестой левел. Ой-ой-ой-ой. Серьезно? Хорошо, давай похилимся чуть-чуть, дядь. Чуть-чуть похилимся. Спасибо. Паркход. Проходка. Хорошо. Везулы. Эх, печалька, что забрал, конечно, да? Ну, тушим. Тушим. Тушим оппонентов. Как хорошо с одной тычки. Падают типочки. Так, а тут фарма можно много взять чуть-чуть? Отлично. Найс. Тироблэйду нужен нянька. Нянька нужен. Тироблэйду. Если нянька есть, спокойно фармите. Нянька. Еще по кайфу. Так, есть. Вот так вот, ребятки. Ладно, сымеем. Сейчас можно будет почуть. Что там у нас? Жесть там, ребята, фидят. 0,5 там. 0,4. Фидеры, что ли? Хорошо. У нас на топе, кстати, ребята хорошо играют. Пытаются комбинить как-то, но у них просто не получается. Мы чуть-чуть переигрываем. И вот это, маму, папу, вот это пишет. Маму, папу, осуждаем максимально. На миду фарм много, да? Я ставил лес, колочу. Да, надо было. Давайте так сделаем. Телепорт отбить. И веншин-то сейчас пойдем. Подстакивать. Убивает тинкер. Тащует тинкер, да? Пойдем. Иллюзии подстакаем, да? Тащует тинкер катку, да, походу, там? Что первым тут будем собирать? Так как тут нету никаких сайленсов и прочей всякой темы, я считаю нужным не собирать тут манту. Хотя манта хороший артефакт, безусловно. Манта хороший артефакт. А, нет. Пожалуйста. Драка. Двух инвалидов. Драка двух инвалидов произошла. В общественном транспорте. Извините меня за такую шутку, но... Это смешно. Первое, что будем собирать, ребята, вопрос. На засыпочку. Можно сделать глимер. И нападать аккуратно. Потому что там магия есть тоже. Качать ульту на втором левеле или нет? Можно вкачать иллюзии и пользоваться активными иллюзиями. Что мы, соответственно, и сделаем. Ультимейт можно сейчас не брать, в принципе. Драки я не так часто делаю. Но от ульты можно делать очень много вылазок. Образно. Если я делаю лотар, да. Может, как хотите вообще, можете использовать эту тему. Реально. Иллюзии, типа, знаете, на ранней стадии очень слабенькие. И, типа, иногда их просто даже не прокачиваю. Поэтому, как бы, смысл такой, что у нас падает мид. Можно в скаде выйти сейчас. Короче, фармим в скаде. И после скаде там уже делаем все вещи. Вышли сюда. Ломаем две пачки крипчиков здесь. Есть еще тут... Змеи стоят. Змей, скорее всего, пока поломаем немножко. Нет, змеи уже не стоят. Змеи уже не стоят. Змеи уже не стоят. Надо еще на вставочку что-то сделать. Затушить так-то. По красоте. Погнали. Пугна с ПТшечкой. Эншин-то можно под формой забрать. Там стак большой будет. Да, большой стак. Делайте тройку хотя бы. Форму включили, побили. Сейчас подведем. Хорошо. Давайте пофармим в форме. Ускоряем свой фарм за счет Маднеса и формы. Маднеса и форма. Вообще, желательно всегда голема разбирать в запчасти, потому что он дает очень много хп крипа. Пассивка. Сильная. Хорошо, забрали. Именно поэтому через Маднес я играю, стараясь на ТБ. Но я вам не рекомендую. Я стараюсь на Терроблэйде играть через Маднес как-то более аккуратно, чтобы можно было выфармливать, плюс при этом оставаться в безопасности. Если вам иногда не будет хватать микровезения, микромомента, да, когда вы не сможете отыграть нормально с Маднесом, у вас будут серьезные проблемы. У вас будет недофарм. У вас будет вечно проблема в том, что вы будете фидить постоянно именно с Маднесом. Поэтому, ребятки, держите в курсе всей ситуации. Так что, остерегайтесь, как говорится, такого момента. Потому что Маднес может вас заруинить с одной стороны. Вот, найс, можно вкачать ультимейт. Ребята там что-то играют. Я вкачал ульт себе сейчас. Сейчас уже будем... Ну, скайдик 20-й, я думаю, да даже раньше, к 18-й. Можно Т-шку одну спушить какую-нибудь. Тоже будет хорошо, но с маной у меня проблемы. Фарлок пришел, отойдем. Погнали в лесочек дальше. В лесочек дальше побежали. Хорошо. И сломают шамана даггер. Фармим. И с нэкстовой формой можно сделать какую-то вылазку. Интересную. Там, подраться где-то. Маны мне вообще категорически не хватает. Кстати, я, когда отбежал от Тавара, я увидел, что я сделал кое-что то, за что я максимально осуждаю. Что я сделал, напишите в комментариях. Как только от Тавара выбежал, я увидел это. Потом присмотрелся. Как вы думаете, что я сделал? Напишите в комментариях, что я сделал. Я это максимально презираю на стримах. И когда фармил Эншента, я случайно это сделал. И поэтому... Я даже не заметил. Просто по КД клацаю все. Не было умысла. Клянусь. Реально. Я стараюсь это не делать. Вот эта вещь, которая произошла. Поэтому, ребят... Вот такое вот чисто сердечное признание. Так, иллюзии не теряем. Сейчас Тэшку пойдем. Возможно, форму поднимем. А даже без формы заколотим, я думаю. Быстренько с иллюзиями. Ребята дерутся. Хорошо. И Роблэйд очень хорошо пушит. Так, у меня Аскади уже не за горами, да? Хорошо. Пойдем вот сюда. Берем вот эту вещь и в магазинчик. Ребята дерутся. Но я сейчас выйду с Аскади на 18-й. И пойду драться прям агрессивно. И нужно будет какой-то контроль еще взять. Типа, может, лотарь там что-то апнем такое. Можно будет вообще в радик сыграть. Но радиенс я стараюсь не брать. Знаете почему? На первой катке не будем брать. На второй хочу. На второй и на третьей, возможно, сделаем. Вот сюда. Тинкеросочек. Здесь тинкеросочек. Тинкеросочек здесь. Джиггернаут, дорогой, отстань. А, трипл киллы там делает. Венга, да? Венга на вставочку делает раньше, чем я. Поняли, да, насколько все плохо в этой катке у них? Это жесть. Это жестко. Так, выходим на лайн. Берем Скади и погнали. В смысле, Моргол дезеквард. Все, погнали. Да ты шо? Могу умереть. Могу умереть, говорю. У меня нету слота на Скаде. И не добил одной тычкой, если б курой подконтрил раньше. И вот, как можно так лохануться? Ну да ладно. Бывает, ничего страшного. Могу умереть, говорит. Конечно, умру. Думал, сейчас, о, Скади возьму. Но не подготовился. Так, хорошо, Скади есть. Все, можно по чуть наглеть. Форму я зажал сейчас, как лох. И я теперь буду без формы. Маны вечно нету. Топорик скидываем и погнали. Боковинки. Можно по чуть сейчас подпушивать. Хочется лотар какой-нибудь еще до кучи. Глимер дропнуть. Ух, тинкер какой опасный. Венга один из фрагов имеет у нас в команде. Я АФК фармлю. А он убивает всех. Неплохо. Проход. А, у него лотар. Вот почему он такой неуязвимый. В лотаре же всегда неуязвимость. То есть, когда у тебя лотар, ты неуязвимый просто, банально. Тебя никто не может убить. Потому что тебя не видят. Закон такой. Тинкер уже килингс переделает. Хорошо. Отлично. Все, погнали по чуть-чуть. По Т2. Т2 сломаем. Я сделал лотар сейчас. Тоже хочу с лотаром двигать. Иллюзия у нас плотная. Сейчас будет чуть-чуть. Сам я чуть-чуть стал поплотнее. Утимат есть, все есть. Погнали. Ага, венгу поймали. Тасты есть. Тасты есть. Я в Т2 пойду. Ребята пока там чилят. Отдыхают. Я Т2 сломаю. Хорошо. Ломаем Т2. Т2 изи. Можно Рошена, кстати, пойти забрать. Под иллюзиями. Что я сейчас и скорее всего и сделаю. С ТП выйду. Хорошо. Что я сейчас скорее всего и сделаю. Рошена заберем, по идее. Налегке. Я так думаю, по крайней мере. Центре Апсерва нету. Хорошо. Можно в драку, в принципе, пойти. И с Нэкс с маками нет. Там уже ребята справляются, в принципе. Окей, если Куру заметили. Ладно. Ломаем. Куру, если заметили. Закрысят. Хорошо. Первая иллюзия приняла себя. Оп, успел перекликать. Хорошо. Тинкер. Че пришел? А, он прилетел чисто такой, знаете, добить хотел. Форму не хочу, я тут без формы заберу, по идее. Хорошо. И так и забираем. Так, Лотар хочу, да? Лотар хочу, ребята. Так, почути, заберем. Только главное иллюзия не сливать. Хорошо. Маднес скатился. Хорошо. Ребята, кстати, начинают камбетчить. Джагл Лотар сделал. Все, в принципе, иллюзию не поднимать. Иллюзия не поднимать. Отлично. 16-й левел, плюсики есть. Тинкеросчик. Че, погнали в меду поймаем? В меду поймаем. Тейдор. Сейчас мне что-то будет. Тоже, наверное, вот эти всякие. Мама, папа будет писать. Здорово, дядя. Давай драться. Извини, я победил. Извини, я победил. Погнали в Т2. Т2 можно. А Муджаги тоже Лотар. О, здорово, ты че тут АФК стоишь? Лол. Я чисто как рейдбосс. Выфармил, по миду иду. По миду иду. Хорошо. Выфармил иду по миду. Как профессионал гейминг. Хорошо. Лотарочка. Опять я, блин. Ну, максимально осуждаю себя. За это. Я не видел, честно. Вот, клянусь. Так, прогнали Лотар брать. Иллюзии пусть фармят здесь. Вообще против Тинкера нужно сделать радиенс. Против Тинкера я обязан это сделать, потому что он будет постоянно блинковаться. Ребят, надо делать Радик в этой катке. Я не хотел делать Радик здесь, честно. Реально не хотел. Но надо походу. Сходу надо. Походу надо. Походу надо. Погнали. Я димусь, наверное, бай. Хорошо. Да ты шаги. Дай трипл килл я сделаю. Э, в смысле ты даешь, да? Триплу, да, либо? Не лежать тут, змеи. Змеи и големы. Трипл килл не дают. Хорошо. Четыре тысячи сверху. Радик сделаем, ребят. Поясняю для чего. Чтобы Тинкера нагнетать. Нужен радиенс. Можно сделать другие жесткие артефакты. Я хочу ради их сделать, чтобы Тинкер не убегал никуда. Ничего-то это не было. Грязи вот это, да? Фарм хороший у нас. Почуть-почуть стороны ломаем и все. И радиенс имеется. Радиенс, если что, продадим. Либо в Куруске. Так что. Так что пока тушим. Хорошо. В Т2 пойдем. С иллюзией можно будет сейчас баловаться. Отправлять ее в лес. В лесу она будет подфармить. Е, next, бкбху, ребят. Бкбху, next. У меня его есть. Все равно. Хорошо. Хорошо. Я истаяга. Хорошо. Твак, зря ты мне астрал даешь. Хорошо, раскидал. Зачем астрал мне пуган кидает? Не понимаю. Хорошо. Фармин. Иллюзия можно вот тут аккуратненько вот так пробежаться. Бкбх, а next. Next. Бкбху, ребят. Тэшку, вторую сломаем. Хорошо. Есть. Можно вниз сломать спокойно, я думаю. Ух ты. Или нет? Ребята, дайте жить. Знаешь, так хочется жить. Спасибо, брат. Оп, я бы сдох сейчас. Я все сделал правильно. Я бы сейчас погиблый был. Бкбху, ребят. Очень быстро выфармил. Ребята дерутся, я не пойду там браться. Змеи, големы, там все понакидали. Змеи, големы. Бкбшка будет, я могу соло выскочить. Соло в из троих-четверых. Сколько там надо. Всех убью. Хорошо. Но метаморфозы нет. Я не знаю, я не знаю. Этаморфозы нет. Могу и так, в принципе, сейчас подраться. Не с формой. Могу побегать с Радика, позапиливать. Просто. Хорошо. Хорошо. Ну неужели я умру? Неужели я умру? Столько слэшей. Надо было с иллюзией махнуться. Но я бы все равно, скорее всего, вряд ли его потянул. Вряд ли. Потому что... Там 25 процентов. Но не хватило бы, мне кажется, на передамаг его. Печаль. Реджага вовремя подошел. Лотарчик тоже. Ну ладно, пойдет. Если бы я... В любом случае... Нажал бы БКБ, ничего бы не поменялось. Там физ. Урон. Манта зашла бы. Согласен. Ну не с чем было махаться. Я думал, ну сейчас махнусь. А уже не махнулся. А, Джага убегает. Брат, топорик продай. Серт. Серти. Ломанушка. Ломанушка. Серти, ломанушка какие-то. Что это? Что такое ломанушка? Смешное слово. Блин, у всех лотары, что делать? Серт, ломанушка. Ломанушка. Боже, какие же эти непонятные слова. Это я кринжую просто. Жесть. Так, что делаем? Можно смело идти заканчивать, я думаю. Я перефармил. Я перефармил. Можно сделать на вставочку ультракиллером погу. И кайфоват. Ультракиллером погеевич. И погнали. Можно сильвер еще дофармить. Погнали к тинкеру, и тинкера можно будет убить. Хотя, в принципе, у меня нету диффуза. Вон, постоянно в госте будет. Тинкер в гостях будет. Иллюзии отправляем на фарм в лес. Сейчас саммитлайн толкаем. Будет все огонь. Ломанушки. Надеюсь, это не какой-то мат, вот эти ломанушки всякие. Ах, же есть. Так, погнали. Иллюзии сюда, саммита. Вместо лотара можно манту сделать. Это что? Да, ты шел. Д. Улетел. Д. Так, иллюзии в мид. Там и по низу. О, вот они, вот они, вот они. Ну, тут можно принимать, мне кажется. Махнуться хп можно. Не могу махнуться, ребят, прикиньте. Не могу махнуться. Трипл килл. Эх, не успел. Не умереть бы от вот этой темы. Хорошо. Прикинь, там чисто меня зажало змеями, да? Махаться только слуха по уме. Сосада и тинкера не могу забрать. Тут диффуз надо делать. То есть, там и трипл килл кто-то сделал. Я ж вообще прав и кашел тупо. Тупо простоял в змеях, меня джага побил и все. Тупо в змеях простоял. GG. Жестко. Жестко. Ну, вот терраблэйд на фулл фрифарме. Вот, пожалуйста. Первая катка такая. Первая катка такая у нас получилась. А, некстовая игра у нас будет на терраблэйде. И мы постараемся немножко вспомнить молодость, выразимся так. Если в этой катке мы просто фармили, то в некстовой катке немного по-другому будет. Немножко по-другому. Я могу прямо сейчас пойти закончить игру, в принципе. В принципе. Некст катка другая будет. Можно радик продать, в принципе. Сделать диффузиал. Радик продать, диффузиал сделать. Хорошо. Можно сделать диффузиал. Для Тинкера специально. Чтоб можно было его душить в любой стадии. ВБ, ГГ, Рош. ВБ, ГГ, Рош. Все просто и понятно. Можно вместо Маднеса сделать диффузиал. Кстати. Довольно-таки неплохо будет, если я вместо Маднеса сделаю диффузиал. Это Маднеса диффузиал. Я думаю, зайдет лучше даже. Радиенс не надо будет поменять пока. И побежали. Иллюзия побежала. Иллюзия душа. Маднес скидываем тогда. Делаем диффуз. Оу, Джага. Побежали, Джага-Джага делать. Джага-Джага. Он вернулся. С руки. Хорошо. Сен-Жан сработал еще. Отлично. Сен-Жан сработал. Задушили. Джага-Бай-Бай. Джага готовится к такому заходу. Я могу мид аккуратно подпушивать. Пинкер на дефе хорошо стоит. Иллюзии подконтриваем. Заводим в хгшки. Песами по миду. Если что, БКБ нажимаем, тушим. Форму нажали, побежали. Побежали. Что там, ребята? Хорошо, вот так сделали. Вот этого хочу. Хорошо, вот этого туда же. Этого туда же. Вот этого тоже хочу туда же. Можно? Что-то за свапы такие. Встану ему, бро. Слав вообще ни о чем был. Ох, аж эти баги. Ненавижу эту доту. Из-за этого бага кончено. Ну, здоровье не вернулось, ребят. Даггер уграбыл. Здоровье не вернулось. Венга очень сильно подставила. Если бы она не свапнула, я бы здесь свапнул со здоровьем бы. Ну, вот здесь убил бы. Ее, Егис. Блин, как же этот баг бесит, да, ребят? Вот согласитесь. Я вот сейчас... Ну, просто я бы сейчас убил бы Тинкера. Все там. Трипл килл по красоте. Нет. Нет. К сожалению, нет. Как будто тут еще Вижен был, Тинкер так это так, мансовал тогда. Ладно. Ну, не очень катка интересная, да, получилась. Но, тем не менее, такая и есть. Такая и есть. К сожалению. Так. Диффузиалы хочется взять какие-то. Маддас скинем сейчас. Вообще, лучше Радик скинуть. И сделать что-то вместо Радика. Райс сам себя зажал. Я поэтому фазы беру на пугне. Чтоб в таких ситуациях не загнивать, выразимся так. Диффузиал сделаем. Диффузиал и манту может. Давайте, да, пересоберемся. Диффузиал и манту. Диффузиал и манту сделаем. Радик дропнем. Радик дропнем. Диффузиал и манту сделаем. Диффузиал и манту. Почему нет? В этой катке можно. Диффузиал и манту хорошо зайдет. Радик скинем. радик скинем радик скинем курьера диффузил манты есть иллюзию под этим подрадиент сам быстро выфармливают вы фармили скинули хорошо и манты есть манты такая суета сейчас будет с манты суетана ведется нормально хорошо я лимчики нормально зафармиться манта для сброса таргета по кайфу будет пойдет зафармили хорошо манта почти имеется ребят а тут сейчас подстакаем парнем джага там ультует а вставочку лопну скелетик че иллюзия стоит еще и послал туда так но и манта есть хорошо пересобрались чуть-чуть побаловаться хорошо он ты имеется радиенс дропа вообще можно лотар сдропнуть в радиенс и так сделаем об хороший погнали ради касте что рядом держать будем можно сделать даже так хорошо вот так делаем погнали жесть сколько маршей сколько маршей ах и я не хочу подниматься поднимусь на хриток с команды хорошо нефиг то сразу у голема мне в лицо дядя за что ты так меня не любишь да что он меня так не любит так этому пацану гг скорее всего хорошо сливать хорошо жесть там по полторы тысячи крит а рапира у нее я понял но гг это уже точно гг вторую сторону доламываем и гг тингер там молодец соло играл реально жесть я тут нас собирал конечно шмоток шмоток конечно тут нас собирал и спасибо спасибо буду должен буду должен так там радиенсом подпилить хорошо кингер конечно долго будет так дефить хорошо отводим вот сюда жестко так на первая катка у нас получается рофельная картофельная с быстрым выформом как я в принципе предполагал быстро вы форме ли задушили хорошая игра получилась быстрый выбор это шо у меня диффуз дядь не пойдет у меня диффуз дядь не надо пожалуйста джи джи ребята вот такая первая катка получилось в принципе надеюсь поняли да по-быстрому вы форму быстренько мад нас туда-сюда олоп туда-сюда скади быстро и пошли дышить если убрать все ошибки то игра получится у вас идеальная но это первый билд сейчас пойдем паром на террор блэйде сейчас паров лим погнали ну что ребята загрузилась у нас next away сейчас мы попробуем террор блэйда немного на роми а именно как на роми спросите вы это значит что постараемся активную игру сделать самой начальной вот этой стадии просто с актива начнем с актива что мы будем делать мы конечно же возьмем сапог и сразу же пойдем на руну по файтимся г драку сразу на руне я топ иду я топ-лайн и идем на топ короче наша задача во второй катке отыграть чисто как тройка качественная тройка да но выход в лейт-гейм и естественно если будет немножко помощи в команде то мы конечно же изи эту катку поиграем так что ребятки let's go let's go посмотрим сейчас что наберут абонент абонент их оппоненты и погнали и погнали что берут у нас оппоненты и let's go еса взяли но это плохо вот каждую катку я заметил берут еса вот как будто знают что у меня вот гайд на тб и берут еса очень жестко контролит контролит из моего персонажа реально очень жестко тем что просто станы и хатслей мы а еще всегда собираюсь через мадность для меня это вообще как бы мадность берешь выфармливаешь идешь сейчас вам покажу несколько стратегий как можно играть на террор блэде конкретно вот данный момент если первой катки мы фармили а во второй катке мы будем немного активничать то есть как мы будем активничать сейчас тоже я вам это все покажу и расскажу и надеюсь вам эта игра понравится обязательно поставьте лайк и погнали ребята погнали сейчас будем затушивать или нас затушит не знаю опять про касты там какие-то берут наверно ты кто пишешь какой гайд на тб подписчик что ли зашел от криса я стараюсь всегда фильтровать всех подписчиков всех банить сразу на лобби потому что чела начинает вот все она пошла сейчас за мной все игру будут бегать руинить контент ну так ясно ясно весь ту нам ксана ага мага он красава не знаю какие-то по ходу подписчики 7 6 но это по ходу подписчики это плохо потому что я тут собираюсь сделать грязь и они будут мешать но пора новый аккаунт создавать на гайды реально хватит уже с этого аккаунта играть да согласитесь походу пора новый аккаунт создавать погнали драку ребят вот так вот зайдем драка алло рону хорошо погнали на активчики ребятки через 13 раскачка и актив активчик погнали вот сюда вивер там правда вивер не даст особо поактивничать посмотрим посмотрим как все будет как по фармим по айтем билду что мы будем тут собирать конечно же фазы на фаст ром возьмем арбу стики наверное и аквилку и будем почуть начинать выфармливать дальше там уже посмотрим во что будем выходить бкбшки скади там уже уйдем в глобальный фарм если ребята адекватных команде будет очень ези будет ези катка поэтому готовимся красивой игре оппонента ни одного на руне нет никто не выходит те все куда они вышли некр вот сюда мне пожалуйста поставьте вот сюда чтобы я мог за спины зайти и побить его вову вову в я не могу смело мне кажется можем это все куда ты побежал про огур гоу некро умеет иеса или некро печально такой рассинхрон гоу 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 пофиг вообще я приму на себя хорошо взяв сама она кончилась да но и свое сдох просто просто так сдох круто круто я понял ладно на из погангали но вы поняли стратегию в общем как работать если команда адекватно и может помочь ну вот на пустим инвокер это пассивный герой да бх у нас просто неадекватно он сразу ушел тогда будем немного с кого не играть ребят но стратегии вы поняли на ранней стадии берется сапог и погнала я вам говорю не прогадайте если команда хорошая стопроцентная фб ваше я вам отвечаю просто отвечаю на изи причем стопроцентно фб ваше будет фб на изи причем а конкретно в этой ситуации не знаю инвокер ушел сразу и рассинхрон по цели причем такой серьезный рассинхрон сразу поймали сура и надо побить террор блейда побить террор блейда это знаете как в этом в рулетке побить террор блейда ну давай подеремся чуть-чуть ну давай я знаю ты меня хочешь меня все сейчас в этой катке будут хотеть с форма откатиться третий левел и погнали желательно до руны вы фармить арбу арбу вы фармить хорошо хилочка есть урбов вином сейчас возьмем погнали с арбой и погнали кто на меду некор некор с сапогом он же взял фб это тяжело бы этого загонгать тяжело регенерация не знаю регенерация заберут чтоб не лежала что там у тебя маны сколько маны нету у зевса ну как отрабатывать да сейчас по лайнам на низу только если пробовать там два эскейпера ладно фармим ребят вижу что тут не получится то что я задумал старого доброго терраблейда не получится здесь увидеть в моем исполнении соло тяжело будет соло тяжело будет к сожалению с ботками да мне горелочку кинуть брат мастхэв горелочку мне мастхэв кинуть брат рожь сильно так берем форму форма берем с двойкой до младит брата наш нифига не бьет наш нифига не бьет 130 маны у с вот была бы у тебя мана чувак мы бы сейчас вот подрались бы забрали бы он ману под ноль слил под ноль слил меня в два стана тут от звонят просто и все как только начну форме бычиться сейчас попробуем я все равно ва-банк пойду она пробовать взял с без мамы конечно но он идет просто сливайте сразу же зачем что это я не понимаю что с тобой не так позже неадекватный 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 найдешься если ссс ушел до на мид наверно попробуем другой line куда смака возьмем поможем мидеру своему хорошо подсейвили мидера чуть-чуть чуть-чуть подсейвили мидера активно главное от этой катки я хочу это активной игры мидера засейвили да что ж такое ничего не добиваю ладно качаем 1 1 3 у нас тут как вы поняли максится хорошо отходим погнали на низ правда вивера гангать ну не знаю гангать вивера все равно что гангать реки мару без дастов а вивер так еще тяжелее потому что на начальной стадии он просто максимально мобильный надо пробовать пробовать не того если честно вот этого надо а не того тараканов не хочу ловить хорошо не поймал ой хорошо хотя бы так это радует хотя бы так хотя бы так хотя бы так ребят наводим суету по карте суетолог главный на червейде на хардкере суетолог перефармим бх здесь немножко рака вот этого это печально будет убивать меня хорошо бежит хорош инвокер молодец с инвокером работаем умничка и то что это баунти хантер с перчаткой печальки какой-то печальки так у нас есть уже фазы это хорошо фазы есть форма есть почти откатаешься можно будет работать отлично пешку из макеевича ребят let's go некстовая цель это некор в меду можно быть даже просто в смоках зайти гонгануть его пока постоим по фармин сейчас лайм придет в принципе пока что идет все хорошо но у меня три асиста это не фраги но это хорошо тоже если у вас команда чуть-чуть получше чем вот это вот как вот бх вот это да зевс которым она просто так сливает то у вас все получится ребят я вам реально говорю можете попробовать такую стратегию игровую хорошо стратегию игровую такую попробовать сейчас уже форма будет вот почти есть этот стоит да ласхитит и я ласхитит стою хорошо пока армим сейчас мид побежим ребят сейчас побежим мид везде все успеваем побежали да хорошо летско у хенвокера там приняли уловы убегает еще дядя беги может быть выживешь не выжил жалко жалко что не выжил жалко что не выжил попробовать через ульт его убить пусть он не сольет хп даст из пульса я побежал тиви 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 я тоже быстрый келяйся по 1 гу молодец инвокер просто чувствует инвокер меня то что надо делать а тут я сдохну тут за мной шел по карте до 024 на из бинга и ну ладно инвокер фармит блин но я мог попытаться здесь махнуться но опять-таки расстояние но могло багнуть но надо было попробовать все равно так на инвокер сделал да хорош инвокер тупо за меня фармит молодец стики целиком смака я все израсходовал 4 асиста на гангл жалко фрагов не на гангл это печалька фрагов не на гангл фарм чуть-чуть пока форма кд подфармливаем очень хорошо будет если вы фармим сейчас мадность за это время будет хорошо конечно жалко что сдох я сейчас в миду ах ты блин крыса вонючая ты захилимся 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 с первым можно будет попробовать его убить он меня с прокаста не убивает кстати опа нифига себе мастер ну вот тут уже да будет уже неинтересно тут уже огор пришел тут уже да и на инвокера все как играют астаки тут брат туда-сюда тут ганг тут забери санстрайка я на тпу втроем пришли за стримером бегаете что ли или что я пошел на топ то да мне что тут делать что мне тут делать мне нафиг это надо вот этот серьезно а тут я конечно же пофармлю с зевсом то есть кринж кринж ну хотя бы забрал умри глупец забрал все таки не вся зевс успевает забрать такой кресины зевс хорошо отлично пашечка даешь главное суету наводим ребят суета есть можно поесть эх не добил 39 крипов не складывается так как должно пасьянсик на не складывается и с фармит фармин здорово хорошо что не в меня бежит радует это радует если этот умрет сейчас это будет первый фражочек а нет не умрет нет умрет стик горелка ну такое пойдет пойдет и вивер прижал за мной ходят ну реально за мной ходят ну пойдет ребят пойдет все равно хорошо все равно хорошо хотя бы кстати не меня тут они фокусили некра я забрал 1 3 4 найс 1 3 4 ливай видим как можем пацаны вивер активно играет тоже пацаны за мной побежали сразу вниз пойдем или на топ пойдем как думаете на топе фарм есть но там оппонент погнали на низ проверим сколько хейтеров в этой катке хорошо фарме него еще а не авто оттачить вот так например на добивать хорошо отлично инвокер 11 левел с модель сиком будет повеселее но боюсь там уже есть похватиться лотар выходим и будем показывать стратегию вы форму интересно есть пришел уже я пойду лес поколочу 10 лес поколоть резрак фармит все фармят кстати а я на ганге не не себя не а по инвокер только аппетит на гангах который я делаю к сожалению это плохо даже это чревато тем что я останусь без фарма инвокер если слабенький то мы проиграем ну вроде инвокер не дуралейсон страйками попадает это радует у меня 700 хп у меня с эхо слайма и стычки снесет просто хорошо там зевс пришел спасибо зевсик отлично сделал все забрал и что там на топе ферма да есть сейчас смака берем погнали чем попробуем какую-нибудь вылазку вылазку знаете как делают я примерно сейчас могу показать о нефигасе на только можно суету пойти навести по бакс ух поделили дамагу только и попал кис пришел сразу телепорт и погнал телепорты побежали некор там под тэшка еще можно зайти подраться можно можно все тут уже а здесь мы сейчас тут сдохнем просто банальным пропусти пожалуйста вперед я понял вот такая катка вот так вот можно да и синвокер нам рассказ-то дает уже нет я тут один не один вот хорошо давай бру хорош то есть какой ты плотный дай мой фраг это мой фраг наконец-то даблкил я вышел в плюсе здесь ребят наконец-то в этой драке хотя бы что-то пол лотара есть уже хорошая драка что-то побегали посуетились задушились и . в медузы беру будет хорошо тоже ну вот в принципе ровом в действии что-то делаем да аккуратненько двигаетесь если команда поддерживает он плюсе всегда в плюсе будете хорошо давайте чуть-чуть еще надо сломать хорошо отлично пол лотара есть с лотаром начнется та самая интересная игра о которой я говорил помимо того что роумы да вот эти вот активы есть еще вторая часть игры этой это нападение через сандер то есть это вторая стратегия если в прошлой катке мы просто тупо фармили да в этой катке мы на активе и покажу на каком хорошо рубик мана не дает да соло там слышал завязал инвокер 14 уже быстро и левел пропал 11 только перешел и все пойдем на мид выйдем и и и невозможно самый первый иллюзий добивает что-то все левел слабенький хорошо вот зевс пришел помогать фармить мп дай нельзя всего додумался хорош кто на низу призрака призрака по этой комбинации я не заберу которую я хочу а вот некра какого-нибудь смогу хорошо инвокера там нагнули это радует так 1000 есть долговато немного подкармливали ребят но в целом мы вообще вообще по кайфу по кайфу что-то новенькое да старенькое забытое показывать погнали отведем хорошо армор дает так некомфортно фармить из-за вот этого вилткина из-за него прям тяжело фармить забираем и идем делать вещи манго заюзы кстати можем прямо отсюда выполнять эту стратегию которую я хочу сделать мы ее будем выполнять исполнять выполнять делать так же и в следующей катке которая будет фановая хорошо отлично это первый момент и второй момент туда фармливаем спасибо помогаешь зевс да да брат от души тебя не справился бы погнали некстовая стратегия лотар зашел лотар зашел да махаешься хп и нападение и нападение хорошо даблкил куда ты уводишь их хп кончились случайно пацаны хп случайно кончились а жирный да кинешь трек не кидает трек трек на вивера кинул бы ну я его не догоню никак вы поняли берешь да заходишь лоха повы в инвизы и двигаешься куда хочешь двигаешься махаешься хп убиваешь он очень плотный а еще и там и эта тема его уже идут сейвить просто погнали на базу сходим пойдет хорошая драка я в плюсике красиво если бы я чуть раньше сообразил чтобы х там до гона запихнет в чувака то можно было бы по агрессивнее пойти так у нас есть снова ультимейт и снова можем воспользоваться этой стратегией идем на эншин то сливаем хп выбегаем в мид махаемся хитпоинтами и убиваем только и на этот раз без метаморфозы метаморфозы это стопроцентный фраг должен быть без метаморфозы немного давайте вот так сделаем матность нажимаем и фармим как раз за фармим крипа крипа хп ниже чем 25 процентов нет смысла спускать пацаны поэтому поэтому смысла я вам говорю нету самое интересное будет это если я побегу к нему да успеваю руну сзади оп две монеты а он деспульснет меня и я сдохну чисто знаете такой рандомчик побежали он знает что я здесь нет может подойти и диспульснуть крипом поэтому подальше держимся используя махаемся и пошло а пофиг на твой бм и так и работаем всю игру по под фармом так вот я пойду в виду фарманом дальше silver сделаем silver вы поняли да эту стратегию вот и по такой теме работы по такой теме работаем я уже silver будет можно даже тут какой-то крит сделать знаете почему дамага огра пробивать ризрака пробивать крипы какие-нибудь там и что-нибудь такое можно будет собрать также хп сливаем на эншенте также бежим и убиваем можно делать это так вполне рабочая стратегия проверено хорошо ладно сберем и готовимся к выходу на к столу сейчас как раз silver придет yes for stuff купил если мне кажется я не заберу с этой комбинации потому что он убежит улетит за форса это там что хочет сделать хотя можно попробовать давайте попробуем типа ну попытка не пытка числе у него for stuff сейчас нажмется без шансов вот это плохо на рипера эх пошел есада зацепить в итоге фиссура в лицо рипер надо более легкую цель искать у него очень много эскейпа очень очень много эскейпа даже тот же угар намного проще будет ну гг я только что обосрался 3 пачки крипов обосрал себе и не зафармил ничего порстав полс на поему сразу ничего не сделает даже ес полс на поисле есть есть ничего не сделать жесть 50 секунд еще я наверно пойду погуляю чё вы тут 50 секунд смотреть как я в таверне на террор блейд неплохо ладно ждем ждем курим и покажем надо было вообще команду подождать хотя бы рубика с рубиком забрал я и форму сливы пульт слил но ульт ладно он кадаешься быстро за то что форма слил сейчас у меня просто крадешь у кучи убегает все смысл просто чтобы его гангаешь без дастов есть пацаны играет добыкруто то же самое я без дастов бегаю там гангать как хочу гем инвокер а все это конечное для них гем инвокер это же конечное что сливаем хп и погнала у меня конечно же кнопочку к вашу рибера даешь я пойду пробегусь кп подсолью он за мной бежит у него сентрики есть сентрики есть ризрак убивается хп сливаем игол кого нить убьем некра например маска надевайте маску надевайте пока бишь конекста надо ребят есть плюсик какой нибудь опа вот он плюсик хорошо и погнала а можно сашу яша чтоб сработало там саша вернее джи джи пойдет забрали в центре есть там по центре мы меня чуть не приняли пока башка нужно уже меня не до фарм серьезный с помощью ультимейта как видите сработало все сделали надо бы вообще с командой подраться погнали по низу не спушим бкб соберем бкб по чуть с командой будем по агрессивнее окей соло пытаюсь да как-то от ультимейта забирать фраги уже без команды никак по ходу так есть там да хорошо т2 сломаю а призрака лопнул хорошо хорошо есть там ходит по кайфу ну кстати я заметил за мной ребята сильно не бегают не охотятся так я т2 сломал т2 есть отойдем я сейчас будет подходить уже про чувствую что он идет по запаху ах не угадал не угадал я поймали хп сливает до в атаку сливает до в атаку а добра везде см3 опасно жизнь она опасна это зевс конечно опасно это зевс с меня еще из-за вашего ну да вы поняли на стратегии рабочие призрак с аганимом жесть я арно если мы проиграем эту игру этому резраку вот что сейчас в этой игре делать ситуации только с командой потому что я так смотрю я просто фишу хожу и все собрать ничего слова не могу что весь фарм инвокеру отдал на санстрайках получается плохо ни одну драку не могу провести бх давай брат молодец все короче перестаем сливать хитпоинта лучше в драке пытаться что-то такое делать ребят потому что не получается надо выформить бкб попытаться инвокер старается игру это выиграть фарма у него много а я получается не стараюсь что-то вижу давайте соберемся соберемся точно попробовать с и сразу фиссуру в лицо не могу дамажить ладно отходим бкб надо и в рыб качественный пойдет и с аганим делает походу да мне чуть-чуть до бкб шки давайте просто фарм углубимся за ромить на ромился я уже у меня аж пять смертей семь фрагов ромить не получается давайте делать то что у меня хорошо получается именно фармить другого варианта я не вижу побежали на низ я уже внизу ясно не успел да 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 и сейчас есть прыгнет это будет что-то с чем-то я формы нету ребят формы нету есть ульт ульте сейчас могу можно не про кстати убить хорошо он их удавал интересно под эти темы заберем спокойно хорошо ухо дядя отличный мультикаст отличный мультик брат теперь в таверну пожалуйста ничосе чил просто ушел бакомышка есть бакомышка есть бакомышка есть пойдет пойдет неплохая драка в нашу пользу хорошо подрались только инвокеры эти инвокер разменивается мы что-то забираем давайте какой-то дэмэш собирать хп мне хватит с бкбшкой а вот дамаги нету а вот дамаги нету а вот дамаги у меня не хватает это плохо а вот дамаги у меня не хватает поэтому давайте что-то типа крита соберем крит какой-то крит дефуз можно что-то такое или крит шарт даже чтобы быстрее напихивать под бкбх и даже давайте крит шарт соберем крит и шарт я так дома лучше будет как думаете крит и шарт next creed просто и шарт крит шарт а там все что кираса тут дэмэдж нужен именно именно дэмэдж потому что не говорил именно дэмэдж нужен именно дамагом ребята дерутся но я фармлю пока кристаллис не возьму не пойду никуда хотя так сделаем напугать ладно отходим отходим что слишком жестким пойдем кристаллис возьмем б ахтарин 200 голды но тем более если актарин 200 голды у меня крит сейчас будет крит бабочка можно в принципе шарт чуть побольше дает все равно именно скорость атаки если бабочка даст и дамагу бабочкой дамагу даст а тут бы крит точек нам скриптом можно будет работать и так по 400 с кристаллисом до дамагу тербл это сильная тут хорошая катка будет только иллюзия мне как крит не заходит все оставляем иллюзия идем на базу иду и гол слабенький фарм у меня но я как бы не фармил дает старался подрумливать айс от маска да спасибо понял спасибо понял ребятки не забывайте ставить лайк за новые гайды спасибо всем кто смотрит спасибо всем кто поддерживает чай наверное со спины зайду по стандарту как крыса и вера я не хочу трогать даже фарсанул сюда огур очень плотный стенку если поставить будет офигенно стенку и на топ все ушли стенка хорошо пойдет я могу надо только с инвоком воин вак начал да ой хору поможем хорошо пошло дело да ты что ой 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 когда ему почти на вставочку даже рожь ой хорош дай на вставочку да но это на вставочку ультракил на терраблэйди то что нужно на вставочку да отлично хорошо погнали помиду настреляли таким она стреляли ребят вот он и фарм пошел так боиска есть риска есть отлично у риска имеется даже выразимся так там резак потеет у меня бкб хбкб то нажимаю об хп махнулся резрак где резрака больше нет извините он отошел куриска хорошо 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 . варды есть проверим так сделаем ладов нет по холода заберу пока сарю криты быстро забрать должен что бкб хим get back им хорош криты офигенно заходит инвокер не пали пожалуйста так есть все кнопки с некортом с такими хп бегает я не ты зачем с такими хп уф вообще какие сладенькие хп дай бэкстеб ну просто ваншот ванкил это дай 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 пожалуйста дядя придется первый юзок может сам дегер форма есть кстати хорошо чтобы он есть не ушел скотинка хорош прибыл kill красава вот это пойдет уже приходим и душем то что надо сибиро там бы еще да так прям красочно скрита все картового поймали мид шарцами рей еле дан 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 дай попушить дядь и убивай брат не убивай брат не убивай убивай хорошо так шар можно будет бахнуть давайте бабочку наверное все таки без хп как бы на такой билд но с дамагом дамага нужно чем больше дамы же тем лучше там такие персонажи которых надо пробивать именно кем никто не забирал 4000 до маднес можно будет продать все что в саду сделать это после шарда и бабочки бабочку и шар купим тут бабочку и шар возьмем так у меня 30 сек а можно 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 они там втроем нападем сейчас со спины с интриков там полно правда у меня его есть там бафнули вангвард вангвард бафнули плохо это с фиссуры застанет тупо их не смогу пройти сейчас толпу в этом на месте просто хп махнул дай ему трека брат трека дай я побегу за тобой не картам спине еще у меня его здорово убивай спасибо спасибо но на перехват пойду вот здесь будет блинковать куда некор пошел дядь и куда ля это что за беготня иллюзии пусть избивают или сами по избиваем тоже хорошо виджи одеваемся ребята там фп уже мы на морали пацаны пишет моралис погнали наша задача сейчас мид толкнуть хорошо бабочка имеется вот тромище террор blade который бегал сколько там 134 у меня было да вот вам камбэк ну как по красоте да инвокеру фарм вначале дал сон страйками и сейчас он как наяриваем крепить по 800 кушать не можем поднали в т2 внизу драка нужно корректно что-то вроде драки выиграем дано не выиграем нифига не пушим совсем и слабачок на вивере только к . неудачно сразу фф глиф вот так вот пацаны не делать так никогда я сегодня играл у меня стал некролайтов а к просто так бан выдал ему сразу просто так ребята пока становится и все и хотят дату играть пешку иллюзия запинает пятером пойдем интересно мы сегодня иллюзия ломает нам нормально и продолжится драка я помогу но не с тем махнулся ну да ладно за душу и так не в бм дядь бм бить не надо хорошо покрепи от хил пошел линка оба рож есть я там уже хотел иллюзия стопать его а все это гг у этого террор блэйда уже не остановить этого террор блэйда уже не остановить погнали сторону криты решают по косарю да дамажим по красоте ломаем сторону должны сломать ребят времени очень много у нас 20 секунд так ну глиф крипов сразу сминаем сминаем хорошо надо уходить там парень на есть реснулся давайте мит чуть-чуть объем пойдет без прямо такого тебя братом не сыпется он меня хочет прыгать я все равно сломаю хорошо не я так иллюзию сломают инвокера задушили хорошо отлично можно бафнуть шардик ребятки вот такой вот у нас шардик появляется курочка не наша курочка шардик бафнули и поехали форма у меня кд к сожалению форма кд форма кд и можно вместо момчика сату какой-нибудь три секунды три секунды погнала дело погнала дело у красота библина что какая до пошло дело рампочки даешь рампочки по красоте дядь бм нахрен начал не надо дядя но сейчас только бм пропадает сразу от хил пошел эх прикинь ну такое ну по красоте ребят сильный сильный герой у нас получился прям но и рампашку сделали аев рампашку сделали инвокер опять сейчас фидит жесть там эти бм и да ну надо этот сату сделать сату сделать ребятки просто по красоте тык 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 просто натыкали джи джи серьезная катка получилось у нас ребятки на терраблэйде но и остается у нас крайняя самая фановая самая изичная самая веселая ребят там уже узнаете что закатка будет а пока это сейчас доиграем сатаник берем адрес скидываем из сатаником будем доделать вещи разу симпс разу симпс нокер молодец много сделал в этой игре тоже но не без нашей помощи безусловно соло тяжело я соло я соло играю джи резаемся собираем саду и погнали ребят погнали я 6 слотовый случайно то бан случайности не случайный дядь подписчиков всех отсеиваю так т.б.жи ты какая разница разница и хорош дай добью да сатаник сделаю пойду сатаником доломаю то есть по моему кто-то от крайне по моему он да и написал уже и а сатаник так и не собрал походу они он написал фф помощь седьмой слот не писал таких ну тебя высота не берешь и погнали по красоте и на вставочку сделали и пару мили и сделали керри бил все как надо вообще в идеале две секунды он вливает и все и дальше игры кик 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 гол дайте мат нас продать собрать сатаник блин я сижу мне жопа горит хочу сатаник собрать как же это долго все равно не зайдет сатаник есть отчетка ребят но не знаю я наверное обрежу вот это время и напишу если что вы понимали что просто там время ожидания обрежу да типа и просто что катка так закончилась гг ребят вот такая получилась на старая игра сейчас пойдем на третью игру и третья будет фановая let's go ну что ребята крайняя карточка у нас остается идем мы конечно же через центральную линию это фановая катка так делать не нужно я вам сразу говорю это фановая катка мы идем на фановую катку сейчас и что мы будем собирать сейчас я вам покажу что мы будем собирать сейчас будет такая катка которую вы редко где увидите эту катку да ну и у меня очень часто на стриме просили раньше на сейчас конечно меньше просите но давайте в гайде таки запишу такую каточку в гайде такую качку таки давайте сделаем я покажу не ходите никогда на миттер и блейдом отдавайте мить другому какому-то герою который более приспособлен для центральной для центрального коридора и все будет огонек ребят сейчас покажу вам такую катку интересную губ наверное не знаю давайте посмотрим давайте посмотрим а в принципе герои такие сф да но вы уже поняли по превьюшки конечно же что третья катка это катка через дэри алдагон актарин и это он ли фан он ли фан ребята сразу говорю он ли фан гейминг через ультимейт и догончик через ультимейт и догончик коров у нас хватает поэтому ультимейты заряжаем оппонентов унижаем по кайфу по кайфу все ок я мид иду я сказал сразу не парьтесь я про я про пацаны подписка на канал лайк все дела ребят не забывайте поддерживать новые видосы спасибо всем от души каждому кто поддерживает не базар и роль те заметь не спорьте нет он дает ними все они на даче спорить 90 все let's go let's go ребятки телочек телочек опорочек и погнали с.ф. на миду будет с.ф. пойди изи перебьем с.ф. на миду перебьем с.ф. на миду перебьем курой пока попользуемся который мне дал в.л. а потом а потом возьмем себе соло курочка будет огонь рубим деревица все будет огонь катка будет офигенно ребят я вам говорю офигенское сначала выфармливаем дефолт какой-то пазики мазики момчики выходим лотар и начинаем выходить о сервер вил шот да он пишет что down это мелочь мы все равно будем играть вот почему нельзя сделать да вот разработчикам вот такой вот обходим звезда тут убрать тут пару деревья чик можно было проходить и тут также взять тут какой-то пару расходами раз там деревца два деревца убрать чтобы одним деревом разделялся на какой-то проход чтобы можно было на скеледа по красоте проходить там украбилась еще посмотрим может быть и первым артефактом сделал фазы сделаем и сделаем себе этот кнопочку так сделаем сразу прогнали у ее это плохо я очень медленно сейчас простанет нажимал в стан видели он замедлился он стан нажимал и удалось у него так и сэрми да и так давай подеремся сразу сразу пол хп ему оставим жалко что я без руны добивать надо каждого крипе я тут давай драться с жесть конечно и сэс форма и террор блейда никогда не сможет поконкурировать на меду и когда потому что это просто бесполезно когда форма есть это страшно ты бы намного сильнее в начале чем с.ф. по крайней мере т.б. с формой так что нам нужно делать конечно же максимально люто крепится ребят под хп мне чуть под слилась в что-то да так крепимся для добил ну ты чё делать добиваешь умничка стики хилл и все и с таким артефактом стоим 3 3 форма 2 левела 3 левел чем меня убивать хочешь если арбу возьму по идее убивая его по идее хорош хорошо заруинена пойдет сейчас рунка будет отлично добиваю но этого крипа он тоже добьет пойду на руну сбегаю легиончик в лесах да и так понимание он на лайне красава и нужно тут фазы мазы базы базы инвиз неплохо была борьба я бы забрал его но кстати можно дождаться форма 14 секунд в инвизе побегать прогулять этих крипов придется правда придется 6 секунд 6 секунд 2 секунды до убиваем эсэфа тут я думаю бываем нет не убиваем да моя ошибка неправильно я не буду объяснять почему не забрал его просто ошибка лютая кое-что я сделал тут неправильно сейчас кое-что сделал неправильно просто и все я побоялся слов граунда атаковать потому что будет промах а промах бы сто процентов был зная себя сколько раз на гайдах в это видели и еще один моментик был а подать нужно тогда когда оппонент развернут другую сторону и когда он не а поэмит тогда вы выиграете секунду минимум вот я опять без формы ну арбаза то есть один из крипов это мало сейчас сапожочек будет хотя бы чуть попроще будет надо на него нападать грызаться либо не переагривается кайлами харасит это гг это гг колы харасит жестко вроде юзует зачем-то хорошо зафармливаем это левел форма у него сапог да такой быстрый у меня сапога нету хорошо серьезно мать хаста блин ладно ничего страшного ребят верно фановая катка так это челик у нас обиделся да да и хрен с ним фановой катки самый кайф будет жестью и сэфа там выпала руна найсовая печально блин но монета на самом деле жесть как решила тем что мне сразу быстрый сапог выходить я могу душить его базики сапог а щас бибу сосаю топок есть что мы сэф роумит кассе он кайлами даже не попадает там какой ему ром ща на мид придет мы с ним поговорим кто-то з з какой-то спящая дота так но у нас плохо есть на то что вы лдафа кашет он уже пришел проба лоха по в этом на топе ска пришел погнали крови сбегаем по другим лего в лесу может быть тут еще будет если что форму поднимаем добьем сразу лего если без хп хорошо хорошо еще крову бы забрать знаю тут про чекаем раз тп на мид тогда печалька скачал стоит здесь уходи дайска ска может заруинить меня в тупую стан дает с кайла умираю хорошо форма закончилась возьму первую сейчас и попробую сэфа убить сейчас придет на мид и с фазами забрать попробую у меня замедла много замедла много лего я ганганул адэ дэшечка дэшечка у пацана выпало так но у меня 32 крипа 7 минут она в 53 крипа я выйду все равно жалко сфа не забрал в миду я даже можно сказать мид слил потому что я бы не убил ни разу правильно а у меня убил значит слил мид все рак рак нахина здесь и получается хорошо но так давно не не кайфовал я на миду матера блэйде хорошо и фиди ты сообщали в него по-любому оливнет хорошо форму беру формой докачал форму докачал стоп там падает по страшному до короба пустят так но восьмая до минута сделаем вот так вот вардик дота зузу хорошо отходим отходим на топе драки до лютые у хорошая руна кстати хорошая руна погнали и сэфа гонгать с такой руной по кайфу сейчас просто даже без формы по идее заберем ну да он пытался а цx от и все так лего еще хорошо и сэфа убил я вернул я преимущество свое ребят сэфа убил че там монетка хорошо лего бешеный его тяжело будет убивать так в мид смещаются до челы а я не готов к слову ну ты посмотри все в бит прибежали ходи дверь закрой побежали 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 не надо на дуэль брать меня ломает смотри просто не тут по ходу фановой катки не будет ребят ты посмотри бегут прям за мной бегут за мы 6 закринжатина дядька будешь драться будешь убивать антимагу виду лох повода без комментариев оставлю там просто без комментариев поняли что хотел сделать у меня вот здесь не сработало с несинхронизации вместе с руками не было там изи убивают по они убиваю короче давайте знаете чем фрейзи к пешечка и что-то активно слишком оппоненты играют я боюсь мы сейчас такой динамикой тут будем что ни хрена у нас тут не получится у нас они на активе оппонента мы как-то на пока все это актив у оппонента вообще лютый слега которые там что вообще или мне просто фарму идти да потом перебивать их формуете потом перебивать дай ударю разочек до хорошо у хп сюда но я умер кстати тут стан ска будет а нет не будет ска решил немного по-другому сыграть доту хорошо не надо дальнего хайла давать и чё за катка да посмотрите на эту игру что они делают треса обратно будешь убивать меня хорош давай искать дядь прыгай хорош краса вот это я понимаю активная игра да непонятно чё за катка теперь котлетная какая-то решила такие все равно через madness пойдем ребят мы формируем сначала то что-то как-то жесткая какая-то тем сначала форма нём а потом пойдем с остальное делать модный слотар и погнала фанова стандартный бил сделаем потом пойдем дальше пацаны там что-то люто газует мне больше понравилось как я сэф отдался хорошо идет мит . ответим да наверно под пушим тоже под пушим так сделаем здорово я курс лил ничего страшного можем и сэфа кстати разобрать пойдет сюда с иллюзиями пока иллюзия надо будет отвести чтобы они дамажили да они конечно же вдвоем пойдут на руну они него нафиг надо делать не видно ничего кто чего куда сколько их там уж санкин еще подстань нафиг это надо хорош давай давай о хорош акс застилил значит так ну что да гонщик или латар чик или минасик делаем огон латар лимидас тут стаки мы подъехали которые не до фарма а посмотрим по золоту я наверное лучше догон сделать поясняю для чего чтобы можно было сразу что-то забирать но маны боюсь хватать не будет сэфа пока дай можно убивать с догоном у нее там душ нет о чем ультует смешной сэф ты забрал прикинь кого я догоню мх сейчас напишет давайте догон золото на догон есть золото на догончик имеется огончик соберем лидич армалет не надо пожалуйста дядя я не хочу с тобой драться под тавером я знаю что ты сильный пб знаю что ты сильный блин или латар сделать дилемма я сделаю латар я смогу двигаться еще больше фарма брать вон вот в пятером они выходят да там образ взял подрался там еще подрался латаром просто смогу уже ультимейт разъюзывать давайте чуть-чуть ультимейт там хочу вот так вот с лотара потом огончик вот это все вообще это играется по идее через армлет чтобы хп сливать но мы будем играть немного по-другому ничего страшного арбу продадим еще кружочек можно иллюзии хорошо иллюзии и аквилу возьмем аквилу тебя нужна ли нам она погнали на базу закупаемся вот это по-любому выкл уже даже аквилу и не будем делать что-нибудь там забирают рошанов оказывается так лотар есть хорошо одея хп сливать буду ребят если не в рошане сарик давайте визард просто возьмем без аквила погнали на низ низ подеремся если что лотаром воспользуемся скатом все там у сейчас мы подеремся дядь так на этот умер отойдем так сделаем перебазируемся не надо дядя на дуэльку брать меня а теперь можешь в принципе на дуэльку можно взять и этого туда же пожалуйста хорош красиво так догончик надо блоку его хорош пойдет гон на базу и сейчас такой шичко ману просто восстановим и погнали к пешке под сливаем и догоним догон и зерия лакторин догон и зерия лакторин остается посмотрим как это работает ребята на самом деле будем считать прожочки которые мы делаем именно с догона погнали тут форма нём чуть все можно так сделать чуть с балансом кп хорошо можно легион фп пишет отлично все и погнали по лесу по лесу погнали догона 1 лавил должна хватать по идее немного у всех и по махнулись убили нас к с к вен виз зайдет двойкой я подождем его вот так вот и вот это плохо ладно подождем давай подожди да опять час в инвиз зайдет таки догнал и его ой 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 же есть так догон еще мана и еще мана надо в этом хорошо жесть погнали у нас уже next давай комбо есть пока я там бегал догон 2 3 все-таки так нужен поэтому хватает у пацанов есть пусть они там одевается счет затушит этих чуваков еще что убивайте там всех нафиг еще они там делают все позволяют вообще жесткое что-то там делают пацаны лего убивай всех так мне нужно аккуратно так чтобы баланс и чтобы пацаны им фижили фижили фидили подфижили чуть-чуть так мне нужно пойти хп слить ребят хп слить хп слить пойти в рошана зайдем наверно погнали в рошане на рошана ж нету ё-моё тогда на эншин то надо эншин то что они по одному идут не могут толпой дать им отпор что ли толпой отпор дать а почему м найти не могу мне нужно хп слить хорошо пойдет пойдет побежали искать жертву ищем жертву в лесочке кто не фармит интересно вот он чувачала стой куда пошел и где дядька рожь второй фраг такой из есть ребята ну-ка дефоните там ракул там души до леорик какой жесткий леорика там остановить не могут заберите леорика то ё-моё хорош хотя бы разочек так догон 2 есть хп сливаем сейчас идем дальше а акса ломают или нет сломали найс молодцы лего уходи дорогой это самое чувство я когда бегаю в лицах на паров лотом догончики собираю и болею за вражескую команду чтобы они душили да все сливаем хп сейчас наверное если так будет неудобно немножко то что хп надо самому сливать надо делать армлет все таки через армлет поиграть надо будет отводим погнали там суета бегу лотар есть догон есть есть кто первый выходит сразу убивая тык-тык там лего ну давай вот этого просто вот это олега жирный не знаю убью нет просто 3 фраг рвет махнулся убил махнулся убил отстань дядя дядя не надо даст и у него кстати есть но с аксом убьем это аксом убьем 6 но сам загулял на леге сам загулял но это догонистый фраг просто просто догон фраг без слива хп слива хп не торопитесь пофейте там хорошо стать и забирает не подтянул антимук братец ты чё ты чего я тебя не этому учил я не думал что там стакнуто это я это я стакаю брат погнали газонем это я ух там атака погнали лего наверное да шо от ним 1700 хп блин много хп лего сейчас убьем я так думаю все побежали этот 3 фраг будет да бедолага я ухожу я свою задачу выполнил я ухожу свою задачу выполнил криса жопа горит криса хорошо работаем ребят я думаю все таки армлет надо сделать чем-то зафармить и сделать армлет так он уже есть ультимейт к дешится даже возможно next нам сейчас сделаем акторин чтобы быстрее все это к дешить крис инвалиде сей голей на свет про бывает ничего страшного ничего страшного валите сев гу кп сольем но да там уже у акса серьезные проблемы давайте зафармим зафармим если не зафармим будет хорошо хп слили еще догон сейчас будет риса нормально так и под фарм и кп сливаем то что нам нужно в принципе то что нужно хорошо побежали легион там до google в миду на объем крипов снимаю маску чтобы можно было отрегениваться вам на сейчас не попасться о вон он лего сейчас сюда блинковать бы чекайте сфтут давайте так сделаем это тг да у меня тг открыты по моему вот это плюм это тг так делает я закрою с компа тг открыта плюмкает и очень так звучит антимук не надо брат не ходи туда не ходи в этот лес я хочу в этот лес ой 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 успею стакнуть как думаете то пока майт каркатится иллюзия добежит не успеваю да походу и не ломай да и ломай дай да акторин сделать еще прикинь что делают реки ничего делают ломают оппонент это ослабели вот там дерется с леориком фига ты психану акторинчик хорош ли у река задраконил молодец пойдем кп сливать и нападем как думаете и по сливать через армлет конечно много лучше это делать через армлет лучше и лего зачем убиваешь а я кого убивать буду я хочу лего похитить руинят пацаны короче хорошо побежали щас делать вещи давайте так быстрее даже будет снизу снизу быстрее будет да не торопятся так дайте пофанится побежали антимаг что-то какой-то этот злой брать из у меня злой страшно злой вообще обогнула конченый баг печально конский баг ребят ну вот видите сейчас подвело да к сожалению подводит иногда такая тема сф с лотаром ладно я акторин добиваю ребята мид вроде ломают сейчас пацаны там лего по-любому поддэффит прыгнет в антимага да он не в антимага прыгает ладно заберется равно и антимага если заберут будет хорошо ой молодцы меня пора радует когда моя команда фидит радует у меня уже почти кнопка есть они часа лемха по себе и сейчас побежим у лего реклевает код бил гладли обеу по-моему лего ко мне уж побежал но я на варде его не видел есть парди его не видел то там идет проба да оба иска на 1 спустится хорошо есть акторинчик можно опять хп посливать хп посливаем здорово еще дядя что тут забыл а у тебя тоже лотар он вылез даже меня убивать хотела у меня тоже лотар я там хп сливая он меня убивать собрался прикинь да что вы как бывает зачем тут такой они рошана пошли бить хорошо хп сливай за 1 кто выходит сразу что-то его тупо визе бегает проба визе визе бегает ну-ка 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 на центре опсы оп хорошо лего река там тушат много примем драку там аегис и эгис и лего второй раз не хочу убивать потому что никому будет дефить хотя можно так сделаем хорош ну дефить там есть кто-то надо сюда надо фейс кто-то а дефи кто то есть погнали хп сливать лучше армлет конечно сделать и не париться вообще-то до хп сливать не надо я догончик купил давайте армлет все таки таки сделаем а то я через модно сливаю но долго сливать через модно с долго долго от сами не спешите пофанимся потушим подушим пофанимся так 5 догон и все таки наверное сейчас модно с мы продадим и сделаем армлет таки долго сливать кнопки стакнем сейчас еще разок догон пятерка есть я уже сбился сколько фрагов так сделал с догоном много погнали хватит хп сэф но это свап хорош я уже думал я сейчас сдохну идем дальше сливать у меня когда что очень быстро счет рыбала сюда взять часа по лайнам можно было это делать чай не то выложила что-то базы выложил ссорю регенись проба бежит армлет незаменимая вещь в такой теме общими незаменимая олега тут где-то меня по ходу ищет до рунках румба олега тут в таверне он до сих пор тавернище нифига себе и они не не надо меня бить пожалуйста румба погнали тут шотни и сэфа сейчас и сэфа кп махаешься с сэфом он улетает в таверну румба ска там касту видели дистанционка чисто чисто дистанционка армлет таким момчика ставим намного интереснее будет с армлетом послевать вот эти леорики блин прикинь так я походу и до этого не дойду до из эреала в принципе догона хватает я чисто пахаю армлет оставляешь ключом чем хп сами сжигаются по кайф то что нужно в этой комбинации погнали дальше сюда пусть ребята дефнут убьют там акса не акса вот этого всего вот там я пока побегаю по слива еще хп сейчас изырил догон вот эта вещь по кайфу будет румба надо что-то такое независимое убивать ну что лего много делает лего много делать может тут в этой катке надо чтобы сбалансить надо просто сейчас лего можно убить чего вы нет армлет включил бьешь хорош я ухожу я ухожу меня тут нет не пушь и пушь снять потерпи так включаем армлет хорош лего рик туда же донеси да не надо пушить и надо пушить олега сдался прикиньте какой характер у легиона слабый лего сдался жесть в принципе я получаю то что хотел фан панс от этой комбинации сейчас изырил зарел 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 сейчас сделаем и вообще фулл пак будет зарелом принципе этих хп мне должна хватить с на низу кто выходит на их двое один ливер агроба сф-брат но извини надо быть тебя чпокнуть лучше оракул наверно видят видят там см3 стоят мид сломали таки мои сломали такими крысят еще дадут отпор пацаны выйдут я зайду 6 очень быстро все к дешится но я не успеваю просто это все юзать успеваю тупо банально потому что катка уже такой динамики жесть ай шот ну просто погнали включаем опять армлет хорошо вот так вот и зарел дагон тут вообще типа но в этой комбинации прям ну хз нужен ли эзериал потому что вам и так хватает вам и так хватает покой нам чтобы шотать хватает чтобы шотать тупо хватает пойдем еще шотнем очень быстро к дышится так жесть кайфуешь так и зарел не поможете себя подсейвить попытаюсь отходим по этому хорош это бы интересно так то билд ну фановый фановый от хенозеса да это старый билд идите билду в этим билдом уже миллиарды лет если честно так по большому счету если задуматься то что сейчас делаю это делали еще до меня прадеды деды и и все вот эти ребята просто деды и прадеды делали я сильну а у нее тараска вакси я бы сильно я бы сильно у тебя деды и прадеды делали это все еще в этом миллиард лет назад было прикиньте для кого-то это нового то что я сейчас делаю же есть у ребята дают так вот это много акс пошел ломать нагло акса не сейвить и gg ptf все выключили у них свет по ходу интернета ребят но вот так вот у нас 3 билд фановый получился тупо если по фану собираетесь да но не иначе мне по фану не надо ребят пожалуйста будете руинить всем я сразу говорю и неоднократно говорю что такие билды будут руинить хорошо такой бил будет руинить если вы неопытный если вы неопытный рак или самоуверенный рак если вы самоуверенный рак то это неплохо ну я на характере дядь не надо пожалуйста я еще молодой молодой террор блэйд опача меня сейчас откатится уже скоро 14 секунд мы почили почилим 14 секунд лист я чуть не сфидил чуть не сфидил ребят не багнуло опять ну вот погрешность ребят этого билда погрешность того что не дает махаться все хитпоинтами так как надо там трон падает легиона оставили просто а под дэфи леорик ломает сломайте уже леорика этого 6 леорик ломает антимаг не бей втикните его пожалуйста не бей трон зачем ты его добиваешь мой брат добил трон надо назвать это видео ребят на этом все гайд окончен я считаю что в принципе фановые катки были серьезные катки были так по чуть-чуть немного похулиганили сегодня террор блэйде в принципе все самое что я рекомендую это конечно же собираться по первому либо второму билду потому что это самое основное с таким билдом как вы допустим через диффуз вы сможете кого-то цеплять до снимать там всякие негативы гасты чтобы можно было вносить максимальный кпд поэтому ребятки вот так вот поставьте лайк за такой гайд ребятки спасибо всем напишите какая катка понравилась вам больше ну и на этом все ребята с вами был xanaz и до скорого